Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас 18-й день месяца в Югсту уже 7524-го лета по одному из старинных календарей вторник и по одному из современных 8 февраля-понедельник 2016 года. Поскольку на календаре 8 февраля, то назначенный эфир будет тоже соответствовать и посвященной этой дате. В этот день, вернее, 55 лет назад, родился известный в славянском движении человек Николай Викторович Левашов. И вот как раз сегодняшний эфир посвящен этому событию. К сожалению, с нами его уже нет, но, во всяком случае, есть соратники, которые пришли в этот эфир. Это их была инициатива. Мы согласились, потому что такая личность очень известная в славянском мире, и упустить это предложение, наверное, было бы неправильно. Поэтому мы решили соратниками подготовить этот эфир. Я представлю главного человека, который главный был инициатор в данном случае, а он уже представит всех наших друзей, кто в эфире у нас в студии оказался. Юрий Алексеевич Тяжлов, здравия тебе. Добрый вечер. Пожалуйста, представь тех, кто будет участвовать. Надо, чтобы поздоровались с нашими радиослушателями, а потом уже будем по тому плану, который вы с соратниками приготовили. Да, сегодня с нами участвуют соратники Николай Викторовича Левашова, Екатерина Зорина. Добрый вечер. Павел Колесников. Здравия. И Вадим Бородин. Всем доброго, здравия. В течение передачи, я надеюсь, что еще подключатся соратники и расскажут много интересного. Уважаемые слушатели, мне выпала честь вести радиопередачу 8 февраля, в день рождения Николая Викторовича Левашова. В этот день ему бы исполнилось 55 лет. Это праздник для людей, которые встали на путь просветления знаний. Во все времена люди искали знания. Времена возрождения прерывались катастрофами, войнами, столетиями невежества, но люди не переставали искать знания. Настоящие знания позволяют изменить ход целой цивилизации. И самая главная ценность состоит в том, чтобы знания точно отражали процессы окружающего нас мира. Без знания о человеке вообще невозможно иметь понимание того, какое место занимает этот человек в мироздании. Когда вы будете слушать наш рассказ, помните, здесь нет фанатиков и верующих в Левашова. Здесь будут говорить люди, которые знают правду о нем. Мой рассказ будет ориентирован не столько на события биографии, сколько на путь Николая Викторовича, проходящие через его непрекращающиеся исследования. В короткий период с 1984 по 1991 год он сделал очень многое, чему есть отражение в средствах массовой информации. Об этом периоде известно мало, а новая информация, надеюсь, будет вам интересна. Поиск истины начался еще в институте. И здесь научные представления преподавателей и ученых столкнулись с личным пониманием Николая, которое было связано с проявлением его собственных возможностей. Вокруг всегда были люди, которые знали о его возможностях и просили их продемонстрировать. А Николай Викторович был рад таким добровольным помощникам. Эти занятия позволяли ему изучать свои собственные способности. Но обучение в высшем заведении не дало ли вашего ответа на его вопросы мироздания. После института он отправляется в армию, где свободно от службы время продолжаются его эксперименты. Он впервые в армии обнаружил свое влияние на погодные влияния. Провел эксперименты по обнаружению сознания у растений. Пробовал разные варианты воздействия на человека мыслью. Изучал, как мозг человека реагирует на его воздействие. И придумал все новые и новые варианты перестройки мозга. После армии Николай вернулся в Харьков и устроился на работу в научно-исследовательский институт технической эстетики. Где занимался измерением биопотенциалов человека. Работа была совместима с его интересами. И давала больше возможностей заниматься собственными исследованиями. Куда он и направлял свои усилия, пытаясь больше понять природу своих возможностей. Однажды во время командировки в Москву он решил заехать в институт, где проводились исследования экстрасенсорных способностей. Для того, чтобы прояснить для себя, какой характер имеет это воздействие и какие представления имеет о нем наука. В этом институте на тот период не имели других гипотез, кроме одной, что это воздействие носит слабо тепловой характер. Что было равносильным воздействию от чайника или батареи на расстоянии. После такого научного объяснения Николай уже не стал искать никаких соприкосновений с наукой, а пошел другим путем. Надеюсь только на самого себя. Он изучал самого человека, структуру его сущности, и целительская деятельность была практическим способом достижения этих знаний. При этом действия по исцелению должны были быть отточенными и верными, иначе человек мог пострадать. Именно так Николай получал новые медицинские, то есть фактологические подтверждения своих необычных способностей. Он просто пробовал, пробовал и применял свои возможности по мере возникновения разнообразных задач. Это и были его настоящие университеты. В это же время состоялись первые контакты с космосом, когда он приглашен друзьями в группу контактеров. Он уже владел перестройкой мозга и дал возможность людям увидеть весь телепатический контакт, который сам для него изначально был полной неожиданностью. Полученный опыт повлиял на то, что в 1987 году у Николая возникла идея написать свою первую книгу «Последнее обращение к человечеству». В этот год он написал одну из глав «Пси-поля в природе. Эволюция и разума». Информация, представленная в книге, уже имела высокий научный уровень понимания процесса, а Николай Викторович имел желание донести до окружающих законы мироздания. В середине июля 1988 года Николай подал заявление об уходе и уволился из института. Этому было несколько причин. Во-первых, работа в институте не имела никакой перспективы. Его собственные исследования уже слишком далеко. И никоим образом не были связаны с тем, чем он занимался в отделе. А в Москве появились новые возможности. К этому времени Николай уже интересовался проблемами экологии, которые стали носить угрожающий характер. И то, что он узнает, он старается рассказать. Сначала ему удалось это сделать на пресс-конференции Фонда народной медицины в Историческом музее 29 марта 1989 года, где он подробно осветил вопросы по проблеме растущей озоновой дыры. На него обратили внимание работники МИДа. Одним из знакомых стал журналист Михаил Дехта, который затем активно помогал в дальнейших его исследованиях. Николай Викторович продолжает рассказывать об этой экологической проблеме на пресс-конференции в МИДе 4 апреля 1989 года. Параллельно он изучает подходы к ее решению и несколько позднее сам проведет работы по ее устранению. В мае 1989 года производился еще один интересный эксперимент в Институте мозга. В специальной камере он ввел Михаила Дехта в новое качественное состояние, в котором тот увидел свой мозг и органы своего организма. Все медицинские приборы регистрировали показания соответствующей коми. Работники Института были в шоковом состоянии. Очень жаль, что такие доказательства не получили широкую известность и, скорее всего, в силу научного консерватизма. А фотографии посещения Института мозга Николаем Викторовичем до сих пор висят на сайте РИА Новости. Исследования продолжились в неожиданном направлении. Эффект появления озона при его работе с людьми он заметил достаточно давно. Изучив новый принцип неэлектрической генерации озона, в декабре 1989 года Николай восстановил озоновый слой планеты. Были и простые дела. Незапланированные поездки в Германию и Венгрию в 1990 году были связаны с тем, что неожиданно представилась реальная возможность выпустить электронные устройства для оздоровления. Появились заинтересованные лица, которые пригласили Николая. Прототипы аппаратов, которые все-таки были выпущены, показали возможность извлечения людей без участия целителя. Уже тогда, в 1990 году, стало ясно, что наличие таких устройств и их возможностей очень реально. Однако, то ли в силу непонимания уровня психотехнологий или европейского менталитета, приступить к выпуску таких устройств так и не удалось. Левашов как раз возвращается из Германии в ноябре 1990 года, когда в Киеве должна была состояться школа «Феномен». Эта школа одна из первых в СССР получила право выдавать диплом под эгидой Министерства здравоохранения Украины. Возглавлял этот центр и проводил школу известный в СССР артист Альберт Игнатенко. В те времена выступающих людей с экстрасенсорными способностями называли артистами оригинального жанра. В дальнейшем Николай выступал под эгидой этой школы в Москве, Николаеве, Донецке вместе с Альбертом Игнатенко. Это были десятидневные встречи, и слушатели, прослушав его выступление, уже настаивали, чтобы лично Николай Викторович стал проводить эти семинары. Обучая других, он учился сам. Ведь процесс развития человека – это процесс трудного освоения нового, который Николай Викторович проходил последовательно, от одной задачи к другой. В 1986 году он еще не был готов к воздействию на зону Четнобельской трагедии. А там, кроме проблемы с путонием, которая была решена через приглашение внешних сил, оставалась проблема радиоактивного заражения местности. В начале января 1990 года Николай Викторович произвел соответствующее воздействие на радиоактивные вещества в зоне чернобыльского загрязнения. Лишь скупые заметки в журналах подтверждали неожиданное отсутствие прежних показаний радиоактивности. В те времена очень бурно стали проявляться практически наработки людей, которые искали истину. Во всей стране демонстрировались и изучались возможности человека. А люди с выдающимися возможностями периодически появлялись на экранах телевидения, научных и других программах. Николай искал истину. И в средствах массовой информации было немало людей, готовых помочь ему рассказать об этом. В 1990 году на Центральном телевидении было отснято несколько сюжетов с ним. Владимир Сергеев организовал студийные съемки, беседы Николая с журналистом Михаилом Дехта и его женой. Небольшой видеоролик из этой съемки расположен на сайте Николая. В 1991 году Левашов познакомился с режиссером Викторией Михайловной Зуб, которая в то время работала на российском канале телевидения. В результате нескольких бесед возникла идея цикла передачи под названием «Портрет на фоне мироздания». Четыре получасовых документальных фильма рассказывали о Никола Викторовича и его представлениях. Каждая передача, которая выходила в эфир, способствовала его узнаванию в Советском Союзе. Однако отказ от работы на спецслужбы привел к полному запрету на упоминание его имени в средствах массовой информации. Поэтому на сайте Левашова очень мало съемок и аудиозаписей того периода. И во многом это означает, что запрет разработал очень эффективно. Однако деятельность Николая не была направлена на рекламу собственных достижений. В то же время это была обычная человеческая жизнь необычного человека. Знакомство со Светланой состоялось в начале мая 1991 года, когда она работала журналисткой польского издания «Антенна», для которого искала в Советском Союзе людей с необычными возможностями. Светлана сама, обладая способностями, стремилась найти объяснение этому. А встреча с Николаем Викторовичем помогла ей найти все ответы и даже больше. Попытка Светланы устроить съемки Николая через свою знакомую тележурналистку Меркулову обернулись ее отказом. А режиссер Белозеров по просьбе Светланы так и не предоставил оригинала запись. Светлане пришлось поверить в запрет на СМИ на фамилию Левашов, когда Белозеров полностью переделал фильм с Николаем Викторовичем и вставил в него другого человека. С этого момента начинается совместная работа Светланы и Николая, которая поглотила их целиком. Николай Викторович постоянно перестраивал структуру мозга как себе, так и Светлане. Их путешествия в космосе были настоящей работой, которая шла между промежутками отдыха, практических занятий на Земле. В Архангельск в 1991 году он приезжал дважды. Были проведены 10-дневные семинары для населения, но, что самое интересное, были 10-дневные практические семинары для медицинских работников. После перестройки структур мозга, некоторые медики, увидев непосредственные результаты своего воздействия, не могли сдержать слез, говорят о том, что впервые смогли по-настоящему вылечить человека. Медикам давали знания, которые позволяли оперировать на уровне сущности. Только сейчас мы с удивлением узнаем о таком масштабе деятельности Николая Викторовича. Скупые кадры Архангельской трехчасовой встречи не могут передать того, что происходило в том городе. В Архангельске даже проводился отбор врачей для участия в этих семинарах, так как Левашов ставил перед собой задачу показать как можно большему количеству медицинских работников к путь к настоящему излечению больных. Дважды он участвовал в передачах на Архангельском радио. Эта активная работа в Архангельске оставила после себя много людей, достойно оценивших его просветительскую деятельность. А ведь в 1991 году ему исполнялось всего 30 лет. В этом же году он на время уехал в США, обещая слушателям вернуться всего через год. Но все сложилось по-другому, и тому были причины. Что он оставил людям? Надежду на продолжение обучения, постижение истины. И он оправдал эту надежду, описав в своих трудах путь просветления знаний. За эти несколько лет он сделал столько, сколько обычный ученый не сможет сделать за всю жизнь. В 30 лет он уже провел научные исследования по раскрытию своей теории мироздания. Эта теория за такой короткий период была полностью соединена с практикой. Это и есть признак настоящего ученого. Только при правильном понимании структур сущности человека и законов их функционирования, целительство становится возможным. А это уже новая физиология человека, которую невозможно осознать без фундаментального понимания происходящего мироздания. И ответов на такие глубокие вопросы. Как возникла жизнь на планете? Как отличается живая материя от неживой? Что такое неоднородность структуры пространства? Эти фундаментальные открытия и нужны были России. Но почему же он тогда уехал в США? Ну, во-первых, этому способствовало преследование за отказ от сотрудничества со спецслужбами. И полное блокирование любых упоминаний о нем в средствах массовой информации. Связь с Россией, особенно с Архангельском, продолжалась после его отъезда. Во многом благодаря тем людям, которые смогли проникнуться и оценить глубину знаний и высоту души этого необычного человека. Жизнь в США оказалась далека от представления о справедливом обществе. Но об этом другая история. И об этом нам поведает Павел Колесник. Добрый вечер. Прошу, Павел. Я расскажу о периоде жизни Николая Викторовича в Америке. В декабре 1991 года Николай Викторович со Светланой прилетают в Америку. Их пригласила одна его пациентка, Вера Ивановна Рабелян. Они планировали задержаться в Америке всего на несколько месяцев, но так сложилось, что жизнь распорядилась иначе. Николай Викторович считал, что в Америке настоящая нелиповая свобода человека. Но настоящей свободы он там так и не нашел. А увидел в США лишь другую сторону паразитической системы. Тем не менее, он приложил огромные усилия по просвещению людей. Практически сразу Николай Викторович начинает целительскую деятельность. Первыми американскими пациентами стали члены семьи Джорджа Рабелян. Затем он лечил иммигрантов из СССР. Уже в начале 1992 года он открывает свой офис, где работает со своими пациентами. Хоть его методы лечения и противоречили методам официальной медицины, однако они приводили к реальным результатам. Он пояснял, что официальная медицина не может вылечить человека, так как она работает с симптомами, но не с причинами заболеваний. Он создает архив медицинских документов. Эти документы впоследствии стали свидетельствами его потрясающих результатов его деятельности. В начале февраля 1992 года во время разговора со своим знакомым Николай Викторович берется за проблему засухи в Калифорнии. На тот момент порядка шести лет в Калифорнии практически не было никаких дождей. Он же запускает синтез воды из первичных материй, или, как говорят современные ученые, из темной материи. И это незамедлительно перевело к появлению дождей. До самого его отъезда в Россию засухи в этом месте не было. Весной 1992 года он столкнулся с проблемой землетрясения в Сан-Франциско. И, основываясь на понимании истинных законов природы, ему удается решить эту задачу. Вот как об этом пишет сам Левашов. Одновременно земная кора пришла в движение под городом Лос-Анджелес и под городом Юрика. А в городе Сан-Франциско не было даже самых слабых толчков. И это равносильно тому, что один край стола двигается, другой край стола тоже. А середина стола неподвижна. Такое просто невозможно. Но это факт, над которым до сих пор ломают голову сейсмологи и геологи. Этому явлению даже дали название. Феномен Сан-Франциско. Переставлять палки в колеса при каждом удобном моменте. Проблемы подстерегали его и с получением карты социального страхования, водительских прав. Однажды из его квартиры просто-напросто похитили барсетку со всеми документами. Одновременно со всеми происходящими событиями Николай Викторович продолжает заниматься лечением людей. А также работает над своей первой книгой. Которая впоследствии получила название «Последнее обращение к человечеству». И вот в начале 93-го года книга обретает свою конечную форму. Как писал сам Левашов. «Я никогда не думал, что стану писателем ко всему прочему. И что моя писанина кому-то понравится». Необходимо отметить, что первая книга, равно как и все остальные, была не только лично написана самим автором, но и всей иллюстрации, разработанные им. Нарисована суперобложка, выполнена верстка, осуществлена печать, для чего Левашов приобрел небольшую домашнюю типографию. Помимо саботажа, в это время предпринимаются попытки и подкупить Николая Викторовича. Заставить его работать в интересах представителей тайной мировой власти. После отказа Левашова работать на баррористическую систему, начинается самая настоящая травля его и Светланы, сопряженная с многочисленными попытками их физического устранения. В мае 1993 года примечателен тем, что Левашов организует вторую американскую школу-семинар, на которой уже присутствует несколько докторов медицины. Это была уникальная школа. Благодаря созданной Левашовой перестройке мозга, люди смогли прикоснуться к реальному устройству мира, познать организм человека изнутри без каких-либо приборов, а только использовать способности своего мозга. Из описания семинарских занятий и исцеления различных людей можно понять его подход к целительству, отличавшийся существенно от многих других. Вот что пишет сам Николай Викторович. «Я никогда не говорю своим пациентам, что они станут здоровыми. Даже тогда, когда я уже имел много положительных результатов при лечении. Только когда дело сделано, я говорю о нем так, как о свежившемся факте. У меня такой подход. Подход, основанный на ответственности за то, что я делаю. И пока событие не произошло, я не считаю себя правомощным о нем заявлять, как о событии уже произошедших». В этом же году он создает ментальную школу для детей, в которой обучение происходит во время сна. Обучаются дети, которые имеют парапсихические задатки и способны полностью выходить сущностью из своего физического тела. Эта школа и по сей день формирует сознание детей в условиях полной свободы и на основе ответственности за свои действия или бездействия. В 1995 году Николай Левашов знакомится с Барбарой Купман, доктором медицины, философом, дипломированным врачом, которая помогала Николаю Викторовичу в редактировании его книг и была в последующем архивариусом его медицинских записей. В своих статьях, которые были опубликованы в ряде изданий, в том числе и в научных журналах, Барбара описывает не только основные моменты теории Левашова, но и некоторые уникальные случаи излечения больных, которым современная медицина не смогла дать никакого объяснения. Практическая демонстрация возможностей Николая Викторовича была показана в нескольких телевизионных передачах США и Европе на таких каналах, как CNN, BBC и CBS. Летом 1997 года появляется английский перевод его книги «Последнее обращение к человечеству». Впервые информация о зарождении жизни, устройстве мироздания, о душе и сущности, о реинкарнации стала доступна англазычному населению. В 1997 году Андрей Суздальцев издает книгу в России. Первый тираж, 9000 экземпляров, попал под саботаж и пролежал в подвале. Когда Левашов получил первое издание книги из России, он был весьма удивлен. Перед его глазами предстала книга с измененной обложкой и искаженным текстом. Лишь позднее издательство Митраков была напечатана новая версия книги, уже дополненная автором и с улучшенными иллюстрациями. В последующие годы Николай Викторович пишет новые книги. В 1999-2000 году «Сущность и разум» книга, являющаяся продолжением последнего обращения к человечеству, где уже более подробно излагаются процессы, протекающие на уровне микромира и макромира. В 2002 году Николай Викторович дописывает неоднородную Вселенную и самостоятельно печатает несколько экземпляров для своих знакомых. В 2003 году начинает писать свой исследовательский труд, касающийся прошлого России, который получил название «Россия в кривых зеркалах» и который в 2010 году был признан Обнинским судом экстремистским материалом. В течение нескольких лет Николай Викторович, используя свои возможности, останавливает ураганы, бушующие в побережье Америки. 4 октября 2002 года он остановил ураган Лили. В журнале «Мир» от 12 октября 2002 года было написано, подобное явление специалистами, занимающимися изучением природы ураганов, не встречалось. В 2003 году был остановлен ураган Изабель. Позже ураганы Чарли, Франсис, Иван, Жанна, Даниэль. Все ураганы, которые не подвергались его воздействию, вели себя одинаково и действовали по классическому варианту формирования и движения ураганов. Ураганы, на которые оказывало свое воздействие Левашов, теряли свою силу и разворачивались на 360 градусов, о чем было даже упомянуто в «Нью-Йорк Таймс» от 24 сентября 2004 года. В сентябре 2007-го защита была свернута, подтверждением чуму стал ураган Генриета, который двигался уже по обычной схеме. Эксперименты с растениями он проводил в своем имении во Франции с 2003 года. Он создал генератор первичных материй, который был помещен под замком. Генератор изменял растения так, что они давали урожай по несколько раз в год, плоды были значительно большего размера по сравнению с обычными, а растения могли даже синтезировать в воду и плодоносить даже в самые сильные морозы. И все чудеса, которые происходили с растениями на территории поместья, фиксировал знаменитый французский ботаник Жерар Шартье. Благодаря супруге Светлане, которая там проживала и фотографировала все необычные изменения, мы сейчас можем наблюдать эти процессы по выложенным снимкам на сайте Николая Викторовича. В 2004 Дмитрий Бальда создает Николаю Викторовичу личный сайт. На этом сайте стало возможно ознакомиться со всеми исследованиями автора. Сюда выкладывают его книги, статьи и фотографии. Стоит отметить, что Николай Викторович был еще и поэтом. Он посвящал свои стихи матери, жене Светлане, родине, да и просто русскому человеку. Эти стихи также выложены на его сайте. Находясь в Америке, Левашов поддерживал связь со своими соратниками, которые оставались в России. Его статьи, книги издавались и публиковались здесь. Популяризация его знаний и его новой теории о происхождении мира проходила на научных семинарах в академиях, на многочисленных встречах, и немалую роль в этом сыграла Надежда Яковлевна Аншукова, его помощник и соратник. Она занималась в России вопросами издательства книги «Неоднородная вселенная» и некоторых статей. По возвращению Левашова в Россию его имя уже было на слуху, его ждали. И этот момент наступил в конце августа 2006 года. Благодарю за внимание. Продолжение повествования о жизни Николая Викторовича слышите в следующих выступлениях. Давайте я поставлю музыкальную паузу. В эфире Народное Славянское Радио Итак, продолжаем эфир на Народном Славянском Радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 18-й день месяца, вернее, по одному из старинных календарей 18-й день месяца в юг и стужи 7524-го лета, вторник по одному из современных, 8 февраля, понедельник 2016 года. Сегодня у нас день рождения Николая Викторовича Левашова, 55 лет, и соратники решили в живом эфире почтить память этого известного человека. К сожалению, не со всеми связь у нас удалось восстановить в музыкальной паузе, но соратники такие интересные люди, что если один каким-то причинам вышел из строя на минуточку, другие подхватывают знамя и идут вперед. Пожалуйста, представляю Екатерине, Зориной возможность продолжить вести эфир. Благодарю. В августе 2006 года Николай Викторович Левашов возвращается в Москву. С этого дня он уже никуда не уедет из России вплоть до своего ухода. За эти шесть лет в России Николай Викторович сделал очень много. После приезда на родину он сразу начинает вести активную просветительскую деятельность, пишет книги и размещает их на своем сайте для бесплатного скачивания, дает интервью различным телеканалам, выступает с лекциями, общается с учеными, разными интересными людьми, регулярно проводит встречи с читателями своих книг, где подробно отвечает на все вопросы. Но он не только рассказывает людям о проблемах, но и продолжает бороться с паразитической системой. Незадолго до возвращения в Россию у Николая Викторовича появляется свой сайт. На самом деле это было очень важно, потому что, как говорил Николай Викторович, интернет был создан врагами, чтобы пропагандировать вседозволенность и безнравственность, развивать молодежь. А как оказалось, интернет обернулся против своих создателей и стал служить, в том числе для распространения правды и обречения врагов. И на своем сайте Ревашов начинает выкладывать свои книги, чтобы любой мог их бесплатно скачать и прочитать. Книги для него не были источником дохода. В начале 2006 года на сайте появляется первая его книга в электронном виде «Последнее прощение к человечеству», хотя написал он ее за 12 лет до этого. В этом же году он выкладывает первый том книги «Сущности разум», которую написал в 1999 году. В начале 2007 года он закончит работу над вторым томом этой книги. В ней он излагает учение о сущности, о душе человека, ее эволюции и факторах, которые влияют на процесс ее развития. А на самом деле, как подтверждает его исследование, на сущность влияют все поступки, слова и даже мысли человека. Все это влияет на нее вполне материально. И если бы мы знали это с самого детства, я думаю, мы были бы намного осторожнее в своих мыслях и делах. Особенно если бы знали, что все наши действия приводят к изменениям на генетическом уровне, а соответственно негативные поступки приводят к болезням и патологиям у человека и передаются дальше детям по генетике. В конце 2006 года Николай Викторович Левашов публикует на сайте первый том своей автобиографии «Зеркало моей души». После этого был написан второй том, а третий он закончить не успел. Прочитав эти книги, понимаешь, насколько действительно неординарная жизнь была у этого человека. Но самое интересное в том, что он не просто делится своими воспоминаниями о жизни, а он дает по сути подсказки, как можно жить в нашем паразитическом обществе, оставаясь верным себе и при этом жить в гармонии с законами природы и своей совестью. Буквально следом публикуется на сайте его книга «Неоднородная вселенная». Это серьезный труд, в котором Николай Викторович говорит о единых законах мироздания от микро до макро уровня, законах развития живой и неживой материи. За эту книгу Российская Академия естественных наук номинировала Николая Викторовича Левашова на Нобелевскую премию в области физики. И в 2007 году была опубликована на сайте одна из последних его книг «Это первый том России в тревых зеркалах». Книги повествуются о прошлом нашей цивилизации, высказываются оригинальные версии событий, которые, исходя из поискования автора, вполне логичны. Но в 2010 году Обнинским городским судом под предлогом того, что содержание книги носит экстремистский характер, она была запрещена на территории России. Хотя к тому времени за четыре года только с двух сайтов Левашова, где были установлены счетчики, его книги скачали более полутора миллионов раз. Вообще этот судебный процесс проходил с огромным количеством нарушений. В деле, например, нет искового заявления, что по закону автоматически означает прекращение судопроизводства. Судья отклонял важные ходатайства, например, о приобщении к делу независимой, квалифицированной экспертизы. Было огромное количество процессуальных нарушений и так далее и тому подобное. Николай Викторович даже написал про этот процесс статью, которую назвал «Театром абсурда». Но, тем не менее, он всегда говорил, что будет идти исключительно по пути закона, даже несмотря на то, что со стороны судебных органов закон нарушался. Николай Левашов говорил, что сейчас очень важно поднимать вопросы нашего прошлого, потому что без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего. Сейчас мы настолько разрознены, нас настолько запутали неоднократным переписыванием истории, настолько оболгали наше прошлое и заставили в это поверить даже нас самих, что люди просто перестали видеть смысл своей жизни. И он говорил так. «Наш народ сплотит идею возвращения памяти великого прошлого русского народа, на котором должно учиться нынешнее поколение русов. Эта идея и станет фундаментом для объединения людей». Кроме книг, Николай Левашов писал и много статей на совершенно разные темы. Он говорил о противоречиях и нестыковках официальной науки и истории, вообще о ложном фундаменте современной науки и образования, о паразитической системе, в которой мы живем, ее методах, откуда и как она вообще появилась. И всегда Николай Викторович был безупречно последователен и логичен. Так что даже придраться было просто не к чему. Если он что-то говорил, он мог подтвердить любое свое утверждение. И из-за того, что его было просто невозможно поставить в тупик, его интервью не показывали, книги не публиковали, попытки что-то сделать просто саботировали. Например, могу рассказать о том, как продавалась его книга «Неоднородная вселенная». Интернет-магазин «Азон» взял партию книг на реализацию, выставил себе на сайте, но когда человек делал заказ в интернет-магазине, он получал ответ. Данный товар закончился, нет на складе. А при этом издателю они говорили «Вот, смотрите сами, продаж нет, значит книга не пользуется способом». Важной вехой в его жизни стала организация в 2007 году русского общественного движения «Возрождение золотой век». Целями движения стали просвещение людей, пропаганда новых знаний, становление нового мировоззрения. После ухода Николая Викторовича в 2013 году движение было зарегистрировано официально и получило название Межрегионального общественного движения за развитие образования и культуры «Русское общественное движение возрождения золотой век», сокращенно МОД, РОД, ВЗВ. Движение Левашова делало и продолжает делать очень многими. Участники движения сами печатали и распространяли его книги и статьи, записывали диски, готовили другие материалы, где говорилось о пересекации истории, о вреде ГМО и прививок, о нарушениях Конституции при принятии определенных законов, о вреде табака, алкоголя, наркотиков и о многом другом. Участники движения сами выступали и читали лекции на эти темы, помогали организовывать ежемесячные встречи Николая Викторовича с читателями его книг. Николай Викторович Левашов был первым, кто поднял вопрос о геноциде русского и других коренных народов России. В июне 2010 года он провел круглый стол на эту тему в Государственной Думе. До него никто не осмеливался открыто заявить о геноциде русских. В интернете можно найти полное видео этого круглого стола. После этого участники движения начали организовывать уже международную конференцию по вопросу геноцида русского и других коренных народов России. Там был интересный момент, что возглавлял оргкомитет Вардан Миносян. И он шутил, что его национальность это гарантия защиты от обвинения организаторов в национализме. Но, как говорил Николай Викторович, в каждой шутке есть доля шутки. И, к сожалению, наша система создала все условия, чтобы эта конференция не составлялась. Спасибо, Екатерина. Я хочу сказать, что сегодня мы целый день в течение дня на радио мы слышали любимую песню Николая Викторовича, слышали его выступления, слышали слова подтверждения его правоты. И сейчас в наших паузах музыкальных прозвучать его стихотворение. Да, давайте поставим заготовленное стихотворение, и после нее еще будет одна музыкальная композиция, и потом продолжим тему сегодня нашего эфира. Скажи мне, в чем познание счастья? Скажи мне, в чем величие души? Не в том ли чувстве ожидания, что все, конечно, впереди? Передо мной конечность, бесконечность, сливаясь воедино, промелькнут, раскроя тайну свою вечность и сброшу наконец я бремя пуд. Душа, открытая по знанию, достигнет высшей красоты, и сам приду я к пониманию своей несбыточной мечты. «Нельзя объять, что необъятно, но не стремиться нам нельзя. Все ясно, вроде бы, понятно, а что понятно, и понять нельзя». Свой хрупкий челн познаний океан я бросил смело полный дерзновения, и получил я все, что ожидал, и сверх того вселенных откровения. Я высший разум встретил на пути и прикоснулся к тайне мироздания и испытания, от которых не уйти, когда достичь желаешь понимания. В эфире Народное Славянское Радио. Продолжаем эфир на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 18-й день месяца в юг из Тужи 7524-го лета вторник, по одному из современных 8-й февраля 2016-го года понедельник. У нас на радио день рождения Николая Викторовича Левашова, 55 лет. Не могли бы пройти мимо такого знаменательного события, и по предложению соратников Николая Викторовича мы решили этот эфир сделать и дали возможность соратникам выступать. Главный соведущий заявлен Юрий Алексеевич Чижлов. Юр, тебе микрофон для продолжения. Командуй. Да, мы остановились сейчас на том периоде, когда Николай Викторович вернулся в Россию и продолжит рассказ Вадим Бородин. Начиная с 2008-го года Николай Викторович ежемесячно проводит встречи с читателями своих книг. И делает он это очень регулярно, практически без перерывов на протяжении трех с лишним лет. И вот эти встречи стали для его последователей и единомышленников самым живым и самым актуальным способом общения с этим великим человеком. Каких только вопросов не задавали мы на этих встречах. Были и самые серьезные о политике, экономике, науке, о прошлом, настоящем, будущем земли, о религиях, о мистике, исторических фигурах, эзотерике. Были и смешные из личного. Или предложение что-нибудь сделать, например, с недобросовестными чиновниками или депутатами. И Николай Викторович большим юмором отличал на них. Он вообще часто говорил с юмором даже об очень серьезных вещах. Но при этом уровень проработки тем, которые он выносил на слушателей, был максимально глубок, настолько, насколько это вообще возможно по уровню знаний и информированности человечества на тот момент. И даже более того. Например, он, по сути, сделал историческое открытие, рассказал о фальшивой концепции существования Римской империи и принес навстречу и показал несколько подлинных античных карт, на которых есть Иромея, Греция, Галя, Британика и Скифия. А вот Римской империи нет. И однажды он принес увесистый около пуды весом осколок той самой каменной карты создателя, которой сто тысяч лет и на которой есть русские руны. И два раза он доставал из своей небольшой кожаной сумки, с которой всегда приходил на встречи, достал и показал изготовленное из неизвестного науки металла свой личный знак в иерархии и один раз знак Светланы после ее гибели. Он тогда сказал коротко «Это знак Гаррии». И вот его элементы, точки, кружочки означают положение, высшую иерархию. Какую именно, думаю, не нужно объяснять, и этот знак не сам я себе повесил. И он дает мне право не только говорить, но и призывать к ответу. И показал увеличенное фото этого знака. И довольно быстро большой зал стал тесным от желающих увидеть его собственными глазами, почувствовать вблизи огромное тепло его души и лично услышать его слова. А ведь Левашов говорил на встречах очень серьезные и очень непростые вещи. И он был принципиальным противником показывать фокусы, которые он мог показать и на которые пришло бы гораздо больше народа, будь они в программе. Но, конечно, фокусы, это он так шутил о своих возможностях. Это никакие не фокусы, а реальные дела. И чудесами они только кажутся на наш непросвещенный взгляд, а он мог их вершить, имея силы и знания. И вот в марте 2010 года в Москве он провел трехдневный практический семинар, который посетило более трех тысяч человек. На нем он проиллюстрировал свое учение о сущности на примере нескольких человек из зала. Он перестроил им мозг. И вот после этого они получили такие возможности, которых так называемые духовные учения, восточные и не только восточные, пытаются достигнуть десятилетиями или вообще всю жизнь. И далеко не всегда, и, наверное, даже крайне редко достигают. А вот здесь всего двое-трое суток, точнее, несколько часов пребывания на семинаре, причем у всех на глазах, публично. И вот двое из этих людей смогли с его помощью посетить сознание недалекие от Земли обитаемые планеты и рассказать сидящим в зале прямо в режиме посещения онлайн, так сказать. Прямо начиная с момента, как они покидали Землю, отдаляясь от нее сквозь космическое пространство. И вот на одной планете, на которой побывала девушка, была цивилизация больших, похожих на страусов, разумных птиц. Они общались телепатически и запахами. Девушка даже не сразу это поняла, когда поняла, откуда явилась. А вот они были не очень удивлены ее появлением, скорее озадачены, когда она возникла вдруг перед их глазами как бы ниоткуда. И были обеспокоены ее дальнейшей судьбой и поэтому куда-то стали приглашать. А оказалось, они привели ее на площадку для космических кораблей и успаковывались, когда она стала для них невидимой. Ну, как будто улетела. А вот парень побывал на другой планете, а там было очень холодно и снежно, и, видимо, поэтому все было гораздо короче. Недолгое общение в полуподземном жилище с местным обитателем, очень похожим на человека. Между делом Левашов заметил, в ближайшее время эти планеты будут открыты нашей цивилизации. Вот такая загадочная фраза. В семинаре были другие эксперименты с сознанием людей, у которых перестроен мозг. Например, у нескольких мужчин Николай Викторович научил их входить в состояние скалы. При котором кожа и поверхностные мышцы приобретают повышенную твердость и защищают от удара. Подобным приемом пользовались наши предки воины Варяги и Витязи. И он защищал их в бою от оружия. И поэтому тогда они сбрасывали уже мешающие доспехи и одним таким своим оголтелым видом оголенного тела наводили ужас на врагов. А женщина Левашов провел другой эксперимент. он создал из первичных материй видимых ею, ее перестроенным мозгом свои дубли сущности, которые она должна была отличить от оригинала от него самого. несколько раз он пытался запутать после каждого отгадывания все больше усовершенствовал дубли, но она каждый раз умудрялась отличить копии от создателя. То многие ее дубли не нравились, то холодные какие-то, то пустоватые. Левашов подшучивал над этим, в общем всем было очень весело. Наверное очень многим из зала хотелось оказаться на месте тех, кому был перестроен мозг. Но как писал и говорил сам Николай Викторович, практически никто не выдерживает испытания, свалившись ответственностью за такие возможности. Дать их это часто минутное или даже секундное дело, замечал Левашов. Но гораздо труднее приобрести понимание происходящего и ответственность за каждый свой поступок. И дать это понимание невозможно. Этот путь человек должен пройти сам. И он долг и труден. И вот видимо не успевали пройти люди с перестроенным мозгом этот путь. Как уже начинали пользоваться своими новыми удивительными возможностями не совсем бескорыстно и не в очень добрых делах. И все новые структуры, все структуры на такую попытку, третью, при двух первых блокированных, сворачивались к прежнему уровню развития. Оставались у разбитого корыта. Так, с сожалению, вспоминал Николай Викторович сказку о золотой рыбке. А ведь можно было бы столько сделать полезного и людям, и своему развитию при таких практических возможностях. А вот о результатах его практической деятельности можно говорить очень долго. Они фантастичны на первый взгляд, особенно для тех, кто не знаком или еще не вник в суть его новой парадигмы, нового мировоззрения. Мы сегодня уже говорили и, наверное, еще расскажем о чудесных делах Николая Викторовича. Но вот из всех его дел, наверное, самое важное это то, что он делал для того, чтобы в душах людей просыпался разум и чтобы в их сознание проникал свет знаний и свет правды. Кроме всего прочего, Николай Викторович открыл нам и наше древнее склонное имя Русы и советовал прислушиваться к себе, как это слово при его произнесении вслух отзывается в теле генетической памяти и процитировал письмо одной девушке, которая таким образом, всего двумя словами сказанное вслух, я, Русса, даже вылечилась от простуды. Он часто цитировал на встречах письма людей, которые после прочтения его книг нашли себя, свое место в жизни, ощутили себя частичкой своего народа и всего мира. Вот две цитаты. Вне всякого сомнения, теперь я с гордостью и вполне осознанно могу сказать, я Рус, я счастлив от того, что родился Русом, что мои предки прославили себя такими великими делами. И если изначальная гордость и патриотизм, которые всегда были привиты родителями и обусловлены генетической памяти, к сожалению, не всегда находили подтверждение в дне сегодняшнем и фактах официальной истории, то сегодня с вашей помощью происходит переворот в моем сознании. Вот другое письмо от молодого человека. Мне 20 лет, я пил, курил, гулял, делал все, что остальные делали, потому что видел жизнь своих родителей и жизнь окружающих и не видел смысла, не видел будущего. И вот по настоянию моей мамы я сначала с таким отторжением начал читать вашу книгу, но теперь я горжусь, что я Рус, что я родился в такой стране, теперь у меня изменилось все. не пью, не курю, и у меня есть смысл жизни. А ведь этот парень всего-навсего просто прочитал книгу Левашова. Но возникает вопрос, если русы это этнос, народ, то тогда кто такие русские? Так вот, русские это гражданство, гражданство русского государства, и поэтому мы все русские, русский якут, русский татарин и русский чеченец. И теперь понятно, что русский патриотизм это должно быть качеством всех русских, то есть всех граждан России, всех, кто трудится на ее благо, всех коренных народов России, как говорил Левашов, и не только. Патриотизм, как национальная идея, расширяет возможности народов России, и иначе нам Россию не возродить. Патриотизм это ведь не только смелость сражаться за родину на поле боя, это и знание об истинном прошлом своих предков, которые тысячелетиями формировали в генетике приверженность истинным человеческим ценностям. Это жизнь по совести, труд ради других. Это невозможность терпеть несправедливость даже в малом, возле себя. Именно так Николай Викторович однажды ответил на вопрос из зала, что обычный человек может сделать для возрождения России. Не терпеть несправедливость даже в малом, возле себя. А еще он как-то сказал, что не всем выпадает случай в жизни совершить большой подвиг, то есть сделать большое движение, скачок по пути своего развития. Но все могут делать хорошие дела, пусть и маленькие, но постоянно, всю жизнь. И это будет, наверное, потруднее, но может дать не меньше результат. И вот такие каждодневные дела тоже можно и нужно назвать патриотизмом. Патриотизмом человеколюбия и великодушия. Таким и был Николай Левашов. К патриотизме и Николаю Викторовичу Левашову мы продолжим после музыкальной паузы. Но я хочу сказать, что Солкноваселина Левашова была тоже настоящим патриотом. И сейчас в паузе прозвучат стихи, посвященные ей. Слова любви тебе уже не скажешь. Не бьется сердце более твое. В твои глаза уж более не заглянешь и не увидишь отражение свое. Враги взорвали сердце изнутри и кровь по телу боли не струится и жизнь по капле из тебя бездонный холод уж стремится. Ты была светом для меня и этим светом душу загревала и сразу стало пусто без тебя и мрак окутал черным покрывалом. Враги не в силах были пережить, что ты как воин с ними воевала ты так мечтала дальше жить, увидеть свет победы так мечтала. Ты не искала пользы для себя, ты жизнь свою по капле отдавала и самым главным было для тебя, чтоб жизнь и дальше процветала. Ты мне во многом помогала, ты людям многое сама несла, душевным светом путем освещала и этим многим людям жизнь спасла. Врагам сорвали этим летом планы. Они хотели родину сгубить и миллионы жизней положить и душу русскую убить. Боится русов нечисть мировая, мечтая душу русскую убить и рабство в мире воцарить и править кровью запивая. Не вышло у ворогов в этот раз и ты им тоже в этом помешала, взвесилась нечисть уж в который раз и на тебе всю злобу отыграла. Не в силах до меня достать, они решили на тебе на всю катушку отыграться, чтобы потом за мной с улыбкой наблюдать. Чтоб наблюдать как я страдаю и как украдкой от всех слезу из глаз своих роняю и проклинаю черных тех. За смерть твою они заплатят и долго будут помнить день, когда решились на такое. От них оставлю только тень. Я наше дело не оставлю, все силы снова соберу и наплевав на черных травлю, я до победы дело доведу. У той победы имя свет, твое у той победы имя, и ты зажгла для всех рассвет, зажгла сама погаснув. зажгла зажгла Субтитры создавал DimaTorzok Народное славянское радио Дата знаменательная Соратники решили отметить Мы решили поддержать И вот такой у нас получается интересный эфир Я предлагаю Юрию Алексеевичу тяжело включаться Как ведущему, главному соведущему И дальше разруливать Кто теперь будет выступать О чем будем говорить Я продолжу Россию нужно защищать И в мирное время Сейчас противостояние между странами резко возросло Темные силы Нежелающие возрождения России Как и прежде считают Что все средства хороши Люди, патриоты своей Родины Осознающие происходящие процессы Должны еще обладать Воинскими качествами Для противодействия разрушающим действиям Тайно организованным против России Именно такими качествами Обладал Николай Викторович Левашов Настоящий патриотизм Сделать все возможное Применив все свои знания Невзирая на то, что с тобой будет Что про тебя потом будут говорить Жарким летом 2010 года Во всей красе проявило действие Произитической системы На территории России Установилась небывалая жара В этой ситуации Средства массовой информации Даже опасались обсуждать Искусственность происхождения Такой аномалии Когда над центральной черноземной Частью России Образовалась огромная зоновая дыра Со снижением содержания зоны На 42% Основной странностью В мнениях изложенных Средствах массовой информации Являлось полное отсутствие аргументов У версии, что такая аномальная обстановка В течение 50 дней Была вызвана естественными причинами В статье интервью Об этом катаклизме В газете «Президент» Вышла у Николаевича Настолько полное аргументирование Что скептики и критики Не сумели не придумать ничего нового Только упали на уровень Низкопробных обвинений То, что климатическое воздействие Технически более чем возможно Никто пока что до сих пор Не смог опрогвернуть Об участии Николаевича В ликвидации последствий Катастрофы Фукусимы Знают многие Однако именно Николаевич Первый, кто раскрыл участие США В создании искусственной катастрофы До сих пор, несмотря на близость Японии К берегам Дальнего Востока Наши территории не зацепили Последствия этой катастрофы Однако Значительные более дальние берега Западного побережья США Ощутили некие отголоски Радиоактивного заражения от Фукусимы Защита нашей территории В мирное время Это действия человека Патриота своей Родины В связи с этим Очень символичным выглядит интервью Данное Николаем Викторовичем В газете New York Times Но не вышедшее в эфир Почему вы сейчас поймете? Потому что слова Никола Викторовича Основная проблема России Америка Этими словами Была удивлена группа из New York Times Это сейчас В период американских санкций Можно откровенно говорить О коварстве американского госдепа А в 2011 году По заявлениям Возмущенных американских граждан Заводились уголовные дела Об экстремизме На российских граждан И они были осуждены Результатом долгой работы По изучению воздействия На климатические факторы И многолетних исследований Факторов влияния Источника жизни На рост растений Стало неоднократное воздействие Николаевича На урожайность в России Небывалая урожайность пшеницы В 1990-2007 годах Являлась убедительным Доказательством его слов Активная гражданская позиция Его выступление Публикации по вопросам Важным для общества Привела к тому Что люди попросили его Участвовать в выборах Президента Российской Федерации В 2012 году Как говорил Николаевич Это был единственный Легальный способ Перейти к непосредственному Управлению возрождением России 2 декабря 2011 года Инициативная группа граждан Выдвинула Николаевича На пост президента И этот факт Как ни странно Знает очень малое количество людей Так как средство массовой информации Практически не освещало Кандидатов от народа На этих выборах Первым кто был выдвинут Был Николай Викторович Телевидение выпустило Всего два ролика Один о первом кандидате ТВЦ А второй отметился попыткой Оболгательева шоуа НТВ Показательно Что Николаевич к этому времени Уже не давал интервью Так как средства массовой информации Не публиковали их А использовали отрывки Совершенно не отражающие его позиции ЦИК отказала Инициативной группе избирателей В выдвижении И в том числе других Кандидатов самодвиженцев Используя собственную трактовку Избирательного законодательства После отказа Николай Викторович провел Еще три встречи с считателями Последняя встреча Состоялась в марте 2012 года Через три месяца Он ушел Чтобы понять Что он именно ушел Достаточно прочитать Несколько строк из его книги Если тем или иным способом Врагам удастся Физически устранить К примеру меня Или вести меня в состояние комы Или тем или иным образом Повредить мой физический мозг Мои действия в результате этого Не пострадают никоим образом А даже наоборот В силу определенных причин Я получу возможность Действовать в гораздо больших масштабах В день ухода 11 июня 2012 года Он планировал видеозапись Однако не успел этого сделать Но после него Осталось большое количество Видеоматериалов Связанных с его выступлениями Ответами на вопросы На встречах с считателями В пресс-конференциях Интервью Обращая внимание на то Что он говорил про свои возможности Из его природной скромности Оставалась в стороне Его деятельность на благо России Он был настоящим патриотом Своей родины Его деятельность продолжала Русское общественное движение Возрождение Золотой век Сказанные перед уходом слова Говорят о многом Даже моя смерть принесет пользу Объединив людей На борьбу за свое будущее Где нет места лжи и подлости Прошло немного времени И народ России Объединился вокруг Крыма Продолжается борьба за суверенитет Все больше чиновников Призывают разобраться С пятой колонной внутри России Патриотизм становится национальной идеей А Николай Викторович Был патриотом с большой буквы И планета еще вспомнит о нем В день рождения Можно немножко рассказать О технологиях Никола Викторовича Без претензии к рекламе Источник жизни Это созданный Псигенератор Уникальная структура Прибор Как он говорил Про многие свои устройства Увеличивающий биологический Коэффициент полезного действия Покрыто семянных растений С 10 до 30% В связи с чем Растения становятся Способны расти зимой И даже генерировать Внутри себя воду Удивительно Но такими изобретениями Не интересуется наука В лице больших академиков Авторитетно заявляющих О том, что это невозможно Однако вызывает Неподдельный интерес У спецслужб Что еще раз доказывает Правоту Никола Викторовича О том, что наука Искусственно вводит Общество в состояние невежества Повод для зависти Многих ученых Такой уровень технологий Который невозможно украсть Индивидуальные приборы Привязываются непосредственно К человеку Генератор, установленный На приборе Невозможно увидеть Это к вопросу о том Который сейчас задается Сейчас в чате Если прибор попытается Использовать кто-то другой Псигенератор сворачивается И перестает функционировать Псигенератор-лучник Способен просканировать Составить план оздоровления И работать по этому плану Самостоятельно Отчистка организма От токсинов Тяжелых металлов Борьба с вирусами И бактериями Это малая часть функционала Целительство без целителя Стало возможным только тогда Когда целитель Смог заложить в генератор Все облегняющие знания О структуре сущности Знания происходящих В организме процессов И что более невероятно Всех оптимальных Процессах оздоровления Какой же эволюционный путь Пришлось пройти Николаю Викторовичу Чтобы решить задачу Такого уровня Лучник Это реальное воплощение Знаний и возможностей Левашова Создан на его разуме Этот пси-прибор Представляет собой Искусственный интеллект И способен оказывать Помощь людям В оздоровлении тела Сущности И что очень важно В ее развитии В защите от негативных Энергетических влияний Воздействий Раскрытие генетических Возможностей И способности В зависимости От уровня Эволюционного развития Пользователя То, что сделал Для мира Николай Викторович Левашов Вообще невозможно оценить Ученый с большой буквы Его фундаментальность Фундаментальность Его открытий Не вписывается В научные представления Даже перспективные На текущий момент А название Ученой степени Для такого уровня Открытия Еще не придумано Только сейчас До общества Доходит осознание Масштаба его исследований И понимание Сути его открытия Без осмысления И понимания Этих знаний Невозможно Ни осознание Происходящего Ни тем более Правильные действия По выходу из ситуации В которой оказалась Наша цивилизация А ведь от них Зависит будущее Нашего маленького дома Под названием Планета Земля Который является Экологической нишей Который летит В огромном космическом Пространстве Невероятных размеров Где существуют Миллионы цивилизаций Представители которых Неоднократно Посещали Землю Это Обитаемый космос Где даже на кометах И астероидах Существует жизнь И глупо Даже думать По-другому Мы переходим К следующей части Хотя Я предлагаю Сейчас поставить Музыкальную паузу Паузу И начать После нее Следующая часть Воспоминания О Николае Викторовиче Левошу В эфире Народное Славянское радио Продолжаем эфир На Народном Славянском радио Напомню Что сегодня По одному Из старинных календарей 18-й день Месяца В юг Истужи 7500 до 4 лет Это вторник По одному Из современных 8 февраля 2016 года Понедельник На радио День рождения Николая Викторовича Левошова 55 лет И соратники Подготовили выступление Юрий Алексеевич Тяжелов Распредитель Сегодняшнего эфира Так что Передаю микрофон Ему Для того Чтобы продолжать Давать свои указания Я буду подчиняться И нажимать На нужные клавиши Пожалуйста Юрий Спасибо Мы переходим К части эфира Которая Называется Воспоминания Николая Викторовича Левошова И в этой части Прозвучат слова Информация Которую Тех слушателей В общем-то Не знали И даже читатели Которые Имеют Возможность Почитать книги Имеют Возможность Зайти В интернет Значит Они Как бы Эта информация Была недоступна И Мы пригласили К нам Еще одного Соратника Помощника Николаевича Левошова Аншукова Надежду Яковлевну Которая Сейчас Является Председателем Межрегионального Общественного Движения Русское Общественное Движение Возрождение Золотой Век Я передаю Микрофон Надежде Яковлевне Здравствуйте Уважаемые Слушатели И прежде чем Приступить К рассказу О событиях Произошедших Со мной Более Трех лет Назад А точнее В ноябре 2012 Года Я должна Познакомить Вас Почему И зачем Я вдруг Вспоминаю События Минувших Дней Я абсолютно Случайно Как мне Тогда казалось Стала организатором Семинара Медицинских Работников Семинар Проходил В 91 Году В городе Архангельске И проводил Его Николай Викторович Левашов На этом Семинаре Он дал нам Абсолютно Новое Понимание Организма Человека Причин И развитие Заболеваний Но главное Здесь На семинаре На глазах Присутствующих Теория Подтверждалась Практикой Он изменял Форму Конечности У девочки При заболевании ДЦП Детский Церблян Паралич Одновременно Размягчая Кости Голени Стопы То есть Лепил Новую Ножку Причем Без боли Для маленькой Пациентки Двух раз Было Недостаточно Для такой Процедуры Но факт Изменения Формы Костей Мы видели Забавно Как врачи Восприняли Сообщение Своей Коллеге О том Что она Видит Как при Обычной Бронхиальной Астме У больной Были изменены Хромосомы И не одна Многие Приняли Эти знания С воодушевлением И решили Их Недря Но все Оказалось Гораздо Сложнее Главные Врачи Грозились Уволить Тех Кто Попробует Даже Рассказать А не Только Применить На практике Подобные Методы И Началось Бурное Изучение Материала И ожидание Конечно Продолжение Обучения Но Лично Мне Судьба Подарила Встречу С Николаем Викторовичем Почти Через 12 лет За этот Период Где только Возможно Я Доносила Информацию О нем О его Знаниях И Собственные Книги Которые Мне он Передал Были Настоящим Богатством Для меня Так 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 Я Могла Их Цитировать Ссылаться На Них Распространять Я Не Буду Труждать Более Слушателей Воспоминаниями Так Как Цель Моего Выступления Другая Она Носит Чисто Медицинский Характер Николай Викторович Спасал Меня Не Один Раз Еще В молодом Возрасте Мне Установили Много Диагнозов Но Самое Неприятное Было То Что У меня Наблюдались Аллергические Реакции Не Только На Медикаменты Но И Пищу И Нередко Вызывала Скорую Помощь По Поводу Стеноза Отека Гортани Начиналось Облегчение Только После Введения Гормона Преднизолона Николай Викторович Неоднократно Помогал И в этом Пока Окончательно Не Избавил Меня От Этого Недуга Простым Решением На Первый Плах На Первый Взгляд Простым Как-то Он Позвонил Мне И Сказал Принимайте Надпочечники Надежда Яковлевна Я Видела Как Немедленно Приплыли В Мое Тело После Замены Этого Гормонального Органа Приступы Вдущие Перестали Меня Беспокоить Итак Николай Николай Николаевич Походу Дело Отремонтировал Мои Тазовые Кости Позвоночник Когда Я Пожаловалась Ему На боли Поясничном Отделе От Его Воздействия Я Вдруг Ощутила Шевеление В костях Таза Он Весело Ответил Это Клетки Роботы Ведут Ремонт Я Увидела Крохотные Шарики Которые Копошились Но По прекращениями Работы Я уже Легко Сгибала Позвоночник Это Так Назваемая Прелюдия К главным Событием Николай Викторович Ушел Из жизни 11 Июня 2012 Года А 10 Ноября 2010 Года Была убита Его Супруга Светлана Возможно Его уход Был спланирован Им самим Хотя Я могу Ошибаться Так Как Почти До самого Конца Он Всех Держал Неведение Даже Своих Родственников Мое Врачебное Наблюдение Чутье За его Состоянием Настраивало На самый Плохой Прогноз Но Он Категорически Отвергал Помощь И попытку Обследовать Его В лечебном Учеждении Приходилось Только Ждать Дальнейшее Можно Опустить И Перейти К основной Теме После Его Ухода Мое Состояние Резко И быстро Стало Ухудшаться У меня Появился Кашель Затем Одыш Слабость Я не Показывала Виде Что Болею Но Чтобы Окончательно Убедиться Что Является Причиной Такого Состояния Я Поехала Вновь В Архангельск Где Прошла Обследование В первой Городской Поликлинике И Последней Была Проведена Флюорография Легких Вот Здесь И Вскрылась Эта Самая Причина Очень Аккуратно Врач Генолог Сообщила Мне Что Имеется Подозрение На Саркоидоз Легких И Что В этом Она Уверена Я Знаю Что Это Тяжелое Смертельное Заболевание Я Не Поверила Ее Сообщение И Сказав Что Она Ошибается Хотя Мне Были Показаны Все Изменения В легких На флюорограмме И На следующий День Я Уже Ехала В поезде Москву Где Вновь Прошла Обследование В Федеральном Государственном Бюджетном Учреждении Клинической Больницы Номер Один При управлении Делами Президента Медицинское Заключение Компьютерной Томографии Легких Мне Для меня Николай Обследовалась Не только Не удивила Но она Тут же Изменила Своё Мнение Что Это Была Реакция Организма На Неизвестный Агент Якобы Лимфоузлы Сами Рассосались Другого Я не Ожидала Услышать Но Для Убедительности Решила Еще раз Повторить Компьютерную Томограмму Легких Уже В Москве Куда Меня Приглашали Через Полгода Увидев Положительный Результат Процесса Доктор Расспросила О проведенном Лечении И на всякий Случай Попросила Не указывать В будущей Статье Свою Фамилию Любезно Разрешив При этом Демонстрировать Снимки И заключения Которые Сегодня К сожалению Я не могу Показать Прочесть Из-за Большого Их Объема Но В будущем Это Отразится В статье Итак Благодаря Удивительному Человеку Необычному Методу Его Лечения Я Обрела Вторую Жизнь А сейчас Я поздравляю Всех Соратников Всех Людей Знавших И Узнающих Имя Николая Викторовича С днем Его Рождения С днем Его 55-летнего Юблея И мы Уверены Что Благодаря Процессам Запущенным Им При жизни На земле Происходят Уже Дальнейшие Изменения Ситуации В мире И освобождение Человечества И в заключение Я прошу Ведущего Поставить Арию Мистера Икс В исполнении Георга Отца Который Николай Виктович Любил Слушать Спасибо Хорошо Благодарю За Столь Трогательное Выступление Давайте Я поставлю Ту песню Которую Вы просите И после этого Продолжим Наш эфир Продолжаем эфир На Народном Славянском Радио Напомню Что Сегодня У нас По одному Из старинных Календарей 18 день Месяца Вьюга Стужи 7524 Лета Вторник По одному Современных 8 февраля 2016 года Понедельник На Народном Славянском Радио День памяти Николая Левашова 55 лет День рождения И соратники Подготовили Такой эфир Выступления Свои Главный Соведущий Или можно сказать Ведущий Юрий Алексеевич Тяжелов Я всего лишь На все помогаю Вести этот эфир Пожалуйста Юрий Алексеевич Продолжай Хочу сказать Огромное спасибо Надежде Яковлевне Потому что То что она сказала В общем-то Это было Самым Ценным В сегодняшней Передаче Дело в том Что Есть масса Неверующих Людей И масса Людей Которые Сомневаются Которые Противодействуют Но То что Происходило С участниками Движения Происходило После смерти Николаевича Является Подтверждением Его слов Подтверждением Его правоты Еще расскажу Что то о чем Говорила Надежда Яковлевна Происходило После смерти После ухода Николаевича Еще в 2008 Году Когда Я встретил Первые книги Николаевича Левашова Я на сайте Обнаружил Сеанс Эти сеансы Я ощущал Как они воздействуют Но Больше всего Меня поразило То Что через Некоторое время Я просто Почувствовал Что они работают Только 10 раз Так как И было написано На сайте Это конечно Было Невероятно Потому что Как человек Технически Образованный Совершенно Было Непонятно Как это Возможно Было Сделано Вот У нас Здесь соратники Которые Могут Рассказать Еще Истории Необычные Истории И своей жизни И эти Истории Связаны С таким Необычным Человеком Как Николай Викторович Левашов Передаю Слово Татьяне Кудрявцев Добрый вечер Я никогда Не была Лично Знакома С Николаем Викторовичем Левашовым Но В 2008 Года Я очень Заинтересовалась Той информацией Теми знаниями Что были Представлены На его сайте Среди них Были Оздравительные Видеосеансы Которые Были Выложены Для бесплатного Скачивания Для всех Желающих Я тогда Подумала Странно Что человек Просто так Взял и Выложил Для всех Бесплатно В интернете Сеансы Обещающие Человеку Оздравление Но Не похоже Это было На шарлатанство И что-то Внутри Потолкнуло Меня Скачать И просмотреть Их В этот момент У меня было Обострение Гайморита Которое Протекало Но очень Уж Дискомфортно На протяжении Трех дней Я смотрела Эти сеансы В соответствии С инструкцией Которая была Выложена На сайте Я чувствовала Как внутри Моего носа И лба Что-то Плавится И как Огненная лава Постекает По носоглотке Причем Эти ощущения Наблюдались Четко Во время Просмотра Видеосеансов Другое время Подобных ощущений Не было Через три дня От гайморита Не осталось И следа И до настоящего Времени Его не было Ни разу Вот так Состоялось Мое знакомство С необычным Методом Излечения Который Избавил меня От такого неприятного Не дуг Как гайморит Я очень благодарна Николаю Викторовичу За то добро Которое он нес Людям Своим Незаурядным Талантом И уникальными Способностями Благодарю вас Внимание Николыч Неоднократно Говорил Что Он Может Воздействовать На очень многие Предметы Вещи И Для того Чтобы Помогать Участникам движения Он постоянно Заряжал воду Павел Расскажи Пожалуйста Какие Как бы Ощущения Были Когда Николай Делал Это Здравствуйте Еще раз Да Действительно Был уникальный Опыт Мы С соратниками Как-то Готовились Книжные Ярмарки Где Книги Николая Викторовича Выставляли Презентовали Статьи Там Распространяли Это Ярмарки Там Ежегодные Они на ВДНХ Проходят Так вот К этим К этой Ярмарки Нужно было Напечатать Там Несколько Десятков Тысяч Листовок Статьей Вот И Собственно Задача Входила Непосредственно Все это Производство Вот Мы на тот Период Печатали И книги И Листовки И статьи Все Собственными Руками Вот И Как у нас Обычно Принято Подготовка Ко всем Таким Событиям У нас Начиналось За 3-4 дня И мы В авральном Режиме Все это Начинали делать И Естественно Режим работы Был такой Что мы Днем и ночью Не вылезали Из офиса И спали Там И ели Вот И естественно Что Для меня Как для Городского Человека В таком Режиме Работать Много Очень сложно И К счастью Николай Викторович Нам помогал Он Сделал нам Воду Специальную Вот Мы эту воду Пили После употребления Этой воды В общем Уникальное Такое ощущение Она Во-первых Силы давала Вот И В голове Так Прояснялась Ясность Такая Возникала Вот Даже физически Ощущалась Как через тело Идут Мощные потоки Энергии При этом Никакой усталости Не накапливалось Вот Я вот Последние такие ощущения В детстве Помню Когда там Утром просыпаешься Вскакиваешь Там с кровати Несешься На улицу Там Своими важными Делами заниматься Вот И с тех пор Когда Повзрослел уже Подобного Ничего не наблюдалось Вот И Ну правда Конечно были Свои побочные Эффекты После употребления Этой воды Началась чистка Организма Там От всяких Шлаков Токсинов И у меня На несколько дней Нос Забило так Что я там Только ртом Дышать мог Вот А при этом Ощущения Такие были Что Если человек К примеру Долго Кофе не пил Да И вот Выпивает кофе У него такая Бодрость Сразу Правда Она быстро Проходит Вот А вот От этой воды Эффект Продолжался Долго Особенно Если целый день Ее пьешь То Просто Усталости Совершенно Не было Вот такой Вот опыт Был Юрий Спасибо Вообще Это участники Движения Неоднократно Столкнулись С этим И То Что Была Вода Которая Запускала Процессы Очистки В организме И вытесняла Шлаки Вытесняла Старую воду Из клеток Это было В принципе Уже Даже Стало Совершенно Обычным Для участников Движения Однако Были вещи Которые Всегда Радовали Тем Что Люди Просто Проникались Пониманием К Николаю Когда он Например После трехдневного Семинара Который Прозошел В 2010 Году Несколько Ну там Где-то 10 человек Собрались Совершенно Уставшие В одной Комнате Они ждали Машину И в этот Момент Без Предупреждения Николаю Просто Включил Восстанавливающий Поток Материи То есть Сразу Пять Человек Почувствовали Это Потом Почувствовали Остальные То есть Буквально Во время То есть Воздействие Этого потока Было Такое Что Мышцы Начинают Вот Как Они Их Ломало И они Начинают Наполняться Необходимой Для этой Материей Все Понимали Что Это Не сеанс Массового Гипноза Никакого Самому Внушения Были Конечно Довольны Что Силы Быстро Восстанавливается Николай Викторович Проявлял Очень Грамотный Подход К проблемам Движения Как вы Знаете Он много Говорил О тактике Стратегии В борьбе И вот Как Николай Викторович Решил Определенные Внутренние Проблемы Движения Расскажет Вадим Бородин Да Это Это Было В 2009 Году Когда Московская Группа Участников Движения Составляла Его Оргкомитет И Вот Некоторые Силы В виде Людей Введенных В движение Тогда Захотели Возглавить Его Чтобы Со временем Разрушить Препятствием Для них Была Помощник Николая Викторовича Надежда Яковлевна Шукова А вот Этой Группой Патриотов Была Проведена Искусственная Компания По Дискредитации Надежды Яковлевны И в том Числе Они Написали Письмо Николаю Викторовичу С Предложением Чтобы Он Назначил Их Главой Оргкомитета Движения Левашов Им не ответил Тогда А что он Сделал Он Ввел В движение Разделение На группы И группы Образованы Были пожелания Люди Сгруппировались По взаимным Интересам Симпатиям И выбрали Глав Групп Координаторов Какой был У Николаев Замысел Простой Если Одна из групп Отколется То Другая часть Движения Не пострадает А Напомню Что группы Группировались По взаимному Интересу По взаимному Симпатии По уровню Развития Можно так сказать И вот На собрании Которое Было посвящено Этому случаю Николай Поднял вопрос Об исключении Одной из групп Которая Проявила себя Негативно Но Тем не менее После обсуждения С активом С оргкомитетом Он поступил По другому Он спросил У этих командиров Простой вопрос Вы хотите Работать На благо Родины Конечно Они ответили Хотим И он Оставил В составе Движения В составе Отдельной Группы И дал им Возможность Проявить себя В деле Возрождения Родины То есть Дал шанс Измениться Мы конечно Спросили у Николая Викторовича После собрания Почему же Вы решили Так поступить И решили Их оставить Ведь это Были явные Вражеские Действия И он Ответил И вот То что он Сейчас Скажу Что что он Ответил Но То что он Сказал Говорит о том Насколько он Глубоко Мог сканировать Ситуацию И выбирать Правильную Тактику Он сказал Следующее У них У врагов Был план Такой После отчисления Этой группы Кричать На всех углах О том Что самых Активных Из движения Выгоняют И Пойди Потом С этим Справься Нужно Много сил Приложить Чтобы Это Нивелировать А теперь Они Вынуждены Работать Без всяких Усилий Как и остальные И не претендовать На командование И пусть Себя проявляют В той Или Сторон Вот таких Собраний С участием Николая Викторовича Было Несколько Тогда Я хочу Еще об одном Рассказать На котором Он После Вот этих Орх Вопросов Вдруг Сказал Ну что Я вижу У вас Очень много Вопросов Давайте Задавайте Я на все Отвечу Мы конечно Волновались Тогда И Даже Не сразу От растерянности Вопросы Задали Но Вопросов Было Много И вот Один из них Хочу Вспомнить Он был такой Про уровни Социального Развития На земле В сравнении С другими Цивилизациями Лешев Ответил На земле Один из самых Низких Уровней Социумов В космосе Среди всех Цивилизаций К сожалению Вот например Есть цивилизации Где женщинам Не позволено Рожать До тех пор Пока они Не выйдут На определенный Достаточно Высокий Уровень Развития Чтобы Воплощались Высокие Сущности В детях И пояснил На первый взгляд Это кажется Жестоким Но дело все в том Что уровень Эволюционного Развития Социума Этих Цивилизаций Такой высокий Что женщины Ну и мужчины Конечно В состоянии Быстро Развиваться И достичь Требуемого Развития В детородном Возрасте И тогда Спокойно Развития Мы конечно Вспоминая Это Надеемся Что подобный Уровень Будет и у нас На земле Уровень Социума Может быть Еще и при нашей Жизни Поскольку Дело Левашова Живет И продолжается Потому что Он сейчас С нами Я в этом уверен И в заключение Вот мы сегодня Слышали уже Две песни Две из Любового песен Это была Песня Люба И Аэро Мистера Икс А еще Он очень любил Насколько я знаю Песню Гори-гори Моя звезда И однажды На собрании Актива Спел ее нам Как новогодний подарок Накануне Нового года Было собрание Он пел ее Очень просто Без актерства Без Каких-то Приемов Певческих Пел своим Глубоким Сочным Басом И Я помню Своё чувство Вот буквально На первых Нотах песен На первых словах Гори-гори Моя звезда Вот я физически Почувствовал Как открылся космос Я такого никогда Ни до, ни после Не чувствовал Мгновенно После первых Его слов Открылся путь В космос Вот это трудно Передать Но совершенно Я в этом уверен Как он это сделал Я не знаю И поэтому Я уверен Что наша земля Наша цивилизация Придет В космос Этим путем Который он нам Открыл И по которому Он нас ведет Спасибо Благодарю за внимание Свои нервные окончания В этот момент Было около 20 участников Движения И когда все Уступали Оказалось Что Николай Помогал Каждому из них То есть Мало того Они ощущали Его воздействие Это были люди Которые Не просили Но помощь Была им оказана Николай Николай Даже очень часто Не говорил Об этом Они просто Ощущали Что помощь Оказывается И здесь Я хочу сказать Что правда Дается тем Кто ищет Ее И никогда Тот кто отказывается То есть Никогда Тот человек Который Вместо того Чтобы оценить То что он говорит Задуматься О том что говорит Что это Препятствует Его Что он может Говорить неправду Вот Никогда Тот человек Который Не остановит Себя Он не пойдет И не сможет Найти эту правду Кроме этого Участники Движения Имели Защитные Приборы Которые Были наложены На Камешки И С этими Камешками Происходили Удивительные Вещи Они защищали По настоящему Те люди Которые Например Попадали В автомобильные Аварии Они практически Выходили Без каких-то Даже царапин Хотя вокруг Были очень тяжелые Последствия Я Хочу еще Дополнительно Дать слово Игорю Тищенкову Который Может рассказать Еще истории Здравствуйте Я жил тогда В Таллине Это было Лето 2010 Года Как-то раз Смотрю Все небо В следах От самолетов И запах В воздухе Стоит Как от стирального Порошка Небо Начинает Затягивать Как бы Облаками В этот день Проводило Учение НАТО Их самолеты Летали Я написал Николаю Викторовичу Письмо По электронной Почте Описал ситуацию И попросил Помочь Прошло Некоторое Время И небо Стало Чистым И дышится Легко Само Такое Не могло Произойти Так как Наоборот Шел процесс Затягивания Неба Облаками После того Как самолеты Распылили Какое-то Вещество А вот Еще один Случай Я был Тогда В Севастополе И с девушкой Наташей Из движения Мы Раскладывали Листовки По почтовым Ящикам И вдруг Ни с того Ни с сего Я почувствовал Что у меня Заболела ступня Ноги Боль усиливалась Так что Стал хромать Было очень больно На ногу Наступать Но до дома Дошел А нога Все болела И состояние Такое Как будто Заболевать Начинаю Апатия Слабость Нет сил И так далее Решил написать Письмо Николаю Викторовичу И попросить Помочь Через некоторое Время чувствую Такие вибрации В теле И общее состояние Начало улучшаться Но нога Еще болела Прошла апатия Возвратились силы А через несколько дней Нога тоже прошла А еще Как-то раз Зимой Мы ехали На машине И вдруг Нам навстречу На нашей полосе То есть он по встречке Ехал Прямо на нас Несется другая машина И примерно В нескольких метрах От нашей машины Резко сворачивает На свою полосу Но я думаю Что это Защита Николая Викторовича Сработала Потому что Ну был бы уже удар А еще раз Я вот ехал Из Сталина В Кострому На машине Ну это Больше тысячи километров Это было уже После ухода Николая Викторовича Навигатор Меня завел Куда-то По проселочным дорогам В поле А бак почти пустой И темно уже Думаю Не застрять бы здесь Мысленно попросил Николая Викторовича Помочь И в этот момент В небе Вспыхнул огонь Как бы звезда Из ниоткуда Зажглась Большая После этого Благополучно добрался До заправки И до дома Были другие случаи Его помощи Когда я мысленно Об этом просил Николая Викторовича Их было много За что Очень ему благодарен Дорогие слушатели Мы знаем Очень много Историй Об излечении Которые Делал Николай Викторович И помогал людям Очень много Случаев Которые являются Правдой И то что Николай Викторович Писал И писали люди Которые были Излечены С его помощью Это действительно Правда Он прямо На наших встречах Иногда прерывался Когда ему звонили По вопросам И помогал людям Буквально На 3-4-5 минут Он прервался И делал воздействие И мы ощущали Это воздействие Мы ощущали Это воздействие Когда он заряжал воду Мы ощущали воздействие Я могу рассказать Про свой случай Когда просто Было передано Ровно через час У тебя поднимется Температура И как экспериментатор Настоящий Я положил перед собой Мобильный Ровно через час Я почувствовал Как поднималась Температура Конечно О многом О многом Мы могли бы Рассказать Но Время У нас уже Подходит к вопросам И я думаю Что сейчас Мы начнем отвечать На вопросы Которые написали В чате Сразу хочу сказать Что если в вопросах Будут присутствовать Какие-то ругательства То ответов не будет Мы будем отвечать На вопросы Корректные Которые Подходят Или соответствуют Славянской Здравствуйте Хорошо Юрий Мы будем ставить музыкальную паузу Или сразу переходим к вопросам Вот этому Да Предлагаю поставить Музыкальную пазу Песню Светланы Левашовой Колыбельной Музыкальную пазу Дильщик Пожарики Вечкилим с женами, нуварститым гелемис, Ваеку мангенас падает, Су мажу ламгу жваикжда, Су мажу ламгу жваикжда, Ман падает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В эфире Народное Славянское Радио Продолжаем эфир на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 18-й день месяца в юг из Тужи, 7500 до 4 лета вторник, по одному из современных, 8 февраля 2016 года, понедельник. Мы продолжаем эфир, посвященный памятни Николая Викторовича Левашова. И соратники вместе с Юрием Алексеевичем Тяжелом подготовили эфир. И, естественно, что, наверное, готовились тщательно вопросы, которые к нам поступили из чата Народного Славянского Радио. Напомню, что чат Народного Славянского Радио находится на сайте Народного Славянского Радио. И достаточно вам один раз там зарегистрироваться. Не забыть только логин и пароль, потому что часто приходят вопросы. Ой, забыл логин и пароль, напомните. Так вот, не забывайте логин и пароль. Вы сможете всегда общаться, задавать друзьям вопросы, задавать вопросы в эфир, если таковое идет сейчас вживую. И к таким вопросам сейчас мы потихонечку и перебираемся. Итак, первый вопрос был от Владимира Измытища. Николай Викторович Левашов растратил всю свою жизненную силу в творчестве и поиске истины или не смог себя защитить от злых сил? Напоминаю, что вопросы я озвучу, если они без каких-то ругательных выражений, не уничижительные. А вот отвечать, не отвечать, уже решают наши соведущие на вопрос. И как отвечать тоже? Ну, во-первых, ну, по сути, все встречи уже ответили на этот вопрос. Было неоднократно сказано о возможностях Николая Викторовича после смерти. Вот, конечно, он не ответил на все вопросы по своим действиям, по своим планам, по своей стратегии, но очень многое уже было сказано. Поэтому, в общем-то, говорю отрицательно в ответ на то, что он растратил жизненную силу. Он говорил о том, что после смерти он сможет действовать значительно более в широких пределах. Хорошо. Если кто-то что-то хочет добавить, пожалуйста, добавляйте. Если нет, тогда я буду читать следующий вопрос. Степан, за этот вопрос, есть ли видеоролик, где есть живая Светлана, а не ее фотографию? Ведь в большинстве случаев это только фото или коллажи. Может быть, Вадим Бородин ответит на этот вопрос? Да, пожалуй, отвечу. Есть видео со Светланой. Одно, и оно есть в интернете, видео о показе коллекции от Кутюр, Лана Коллекшн. Лана – это от Светланы. Оно пока состоялся, по-моему, в 2000 году в Париже. Очень большое, очень красивое видео, потрясающие модели, и она была настолько, настолько удивительным модельером, что в принципе, она могла по выражению одного знаменитого критика Кутюрье, которого все боялись, даже уважали, лучшим модельером XX века. И в принципе, она, наверное, заткнила бы всех остальных. И поэтому было предпринято, видимо, очень много против нее действий, и она свернула, похоже, вот такую работу. Но эта запись видео осталась, можно найти в интернете. Лана Коллекшн, повторю. И в самом конце, там появляется Светлана, в самом-самом конце, ну, как полагается, модельеру, вот, удивительной красоты женщина. Можно там буквально несколько секунд. И есть еще видео, одно выступление Левашова по приезду в Москву. Вот, она сидит в зале, тоже буквально несколько секунд показывает. Вот, а других видео, похоже, больше нет. Она очень скромный человек была и никогда не выходила на передний план. А сам Лана Коллекшн вот рекомендую посмотреть, это удивительно, конечно. Я просто помню свои ощущения, когда первый раз увидел, я, честно говоря, без слез не мог смотреть настолько удивительные костюмы и удивительные лица у манекенщиц, девушек, которые вдохновленные лица, и на них просто радость сияет. С таким чувством они показывают эти коллекции. Хорошо, следующий вопрос в эфир от Игоря. Искали ли вы или ваши соратники где-то в архивах фильмов портрет на фоне мироздания? На сайтах Левашова таких нет? Да, мы искали, мы искали разное, то есть пытались найти вот эти записи, но, к сожалению, не получилось. Были еще записи связанные с Архангельском, которые просто, ну, как бы, те, кто определенно организаторы, которые были встречи, они просто заблокировали и как бы спрятали. Вот, то есть многие записи были спрятаны, убраны в архивы, но вот до текущего момента пока их достать не удалось. Хотя какие-то элементы, вот я еще раз говорил, вот тоже самая встреча с Михаилом Дехта, его женой, вот кусочками буквально есть на сайте. Это говорит о том, что, в принципе, там было снято достаточно много материалов. Вот здесь появилось сообщение, что записи в Архангельске есть в полном формате. Так, дальше, следующий вопрос от Александра. Как вы думаете, массовое появление экстрасенсов на телевидении в 90-х годах может быть связано с выступлением Левашова в Архангельске, имея в виду его успех тогда и появившиеся известности? Ну, я думаю, что нет. Дело в том, что этот период он уже был таким периодом хаоса в 90-х годах, когда перестройка гласности, появление определенной свободы, это такой период был переходной. И, то есть, вот эти вот вопросы, они как-то просочились. Артисты оригинального жанра были, то есть, была возможность выступать и показывать какие-то свои возможности. Это, если вы помните, еще Мессинг это делал в Советском Союзе. Вот, ничего необычного в этом нет, но как бы, вот как раз в этот переходный период их было очень много. Кашпировский, Чумак на телевидении это воспринимали с энтузиазмом. Тем, кто не в чате находится, спешу сообщить предскорбно для вас новости. Вы не видите всех переписок и тех текстов, которые здесь сбрасывают ссылками на видео, на различные каналы наши слушатели, которые находятся в чате. Поэтому вы теряете очень много. Здесь есть и вот видео с Светланой, и ответы на вопросы, и видео, о котором говорил Вадим, и многое другое. Так что, если вы еще не в чате, я вам сочувствую. Продолжаем разговор, задаем вопросы. Мишка Потапов из Медвежьегорска, так представился человек, или представилась, не знаю, вопрос о генераторе Ревашова. Остался ли он, этот генератор, продолжает ли он работать или нет, и как он воздействует на растение человека? Есть ли чертежи этого генератора, чтобы повторить такое чудо? Ну, во-первых, сначала скажу насчет чертежей. Если обратили внимание, Николай Викторович как-то на встрече, он показал, ну вот, говорит, вы хотите знать, вот, пожалуйста, смотрите. То есть, он на ладони своей создал генератор. Его никто не видел. А, нет, один человек все-таки увидел, я помню, что он сказал. Я вижу. То есть, эта структура находится, она создана из материи и перепадов нервности пространства. То есть, схему, которая, как бы, такой схемы в привычном представлении, ее нет. Но, я могу сказать, к вопросу, да, и надо заметить, что и принципа действия никто не знает. То есть, эту схему, ну, то есть, это является уникальной. Не просто схема, а сам вот этот генератор является уникальным. и чертежи, ну, про чертежи я уже ответил. А про то, что существует ли он, да этот генератор, этот же генератор, только с определенным функционалом, существует при каждом приборе лучника. При каждом приборе. просто функционал рассчитан на оздоровление человека. И то, что я говорил, то есть, вот, те возможности, даже развитие сущности. А об этом уже было сказано. Это функция этого генератора. Угу. предвижу вопросы от наших слушателей о том, что, ну, так любой может вытянуть руку вперед и сказать, ну, вот, смотрите, вот схема на моей руке. Да, но есть сейчас. Но есть, скажем так, есть возможность проверить, что она действительно работает и согласно того функционала, как она, то есть, как это заявлено. Поэтому каждый может сказать, но не у каждого будет работа. Хорошо. Следующий вопрос от Андрея. Первую часть. Почему Левашов не дал схему генератора в мир для нуждающихся? Он был, пригодился для тех, например, экопоселение пытается возродить, возвращаясь, опять же, к генератору. Через те генераторы, которые сейчас имеется возможность проверить, конечно, они не предназначены для экопоселения. Вот. Но, ну, которые продаются, можно так сказать, на текущий момент. но, дело в том, что Николай Викторович, он даже на встречах рассказывал о том, что на текущий момент передача технологий, которые не обладают защитой, она обладает, ну, то есть, это большой риск, потому что технологии и так были, и в том числе бестопленной энергетики существовали и очень такие продвинутые технологии, но он их не продвигал, потому что эти технологии в любом случае попали бы в руки паразитов. Поэтому эти технологии придут в свое время. То есть, они выйдут в свое время, когда уже невозможно паразитам будет их использовать. То есть, невозможно будет их перехватить. Здесь, опять же, появляются ссылки о том, как Николай Левашов, показывает генератор вот в этом видео. Так что, опять же, кто не в чате, тот не сможет, к сожалению, посмотреть это видео. Дальше. Вторая часть вопроса от Андрея. Как-то так получается с этим Левашовым, так грубой форме написано, конечно, в просторечии, скажем так. Постоянно катается, разъезжает по западным директориям и губерниям. В конец селился во Франции, люди в России мучаются, утрачена культура, все плохо, а ему дали целый замок и место с землей, делай ему что хочешь. Как-то странно все это выглядит. Вы знаете, то, что происходит в России, вообще-то странно выглядит. Тут уж уже можно претензии предъявить вообще к любому. Утрачена культура, люди мучаются, почему-то к чиновникам претензии не предъявляются на текущий момент. А вот Николай Викторович оказывается с замком, который, кстати, достался в наследство его жене. Вот такая претензия к Николай Викторовичу возникает. Дело в том, что сам замок тоже был под очень серьезным прессингом, и была опасность его потери. Дело в том, что ему даже пришлось заплатить деньги, когда это приходило по наследству, для того, чтобы все-таки это большой очень налог был, для того, чтобы он все-таки перешел по наследству. И впоследствии это годами длилось, даже выпускались во Франции определенные законы, которые, в принципе, были очень критическими для владельцев замков и так далее. И эта опасность, в общем-то, она существовала до последнего, в том числе и до ухода Николая Викторовича. То есть, это не было, знаете, как владение к подаркам и так далее. То есть, через замок оказывалось определенное паразитическое влияние. То есть, через вот эти воздействия служб определенных и так далее. То есть, ставились палки в колеса. Но этот замок, в принципе, в перспективе рассчитывалось его применение на обучение детей. Но, к сожалению, это не произошло. А по генератору, по источнику жизни, так как, когда владельцев как бы не стало, он начал подвергаться разграблению. Но Николай Викторович просто уменьшил мощность генератора и немножко его свернул. Вот. То есть, в принципе, в текущий момент замок работает не в том режиме, в котором он был изначально. отвечаем на третью часть вопроса от Андрея. Левашов обладал знаниями по здоровью и ментальной защите человека, но сам-то выглядел, мягко говоря, не очень здоровым человеком. Почему так получалось? Он был очень здоровым человеком. Если бы ощущали те нагрузки, которые он проводил через себя, он иногда проводил эти нагрузки через других людей, и люди не справлялись. То есть, он проводил потоки материи. Вот. И даже находясь рядом, вот, даже находясь рядом, у человека просто сознание улетало. только из-за того, что такие потоки материи его окружали. То есть, человек попадал в защитное поле. Значит, он в том числе не обращал внимания. То есть, он в принципе, вот эта вот его способность не обращать внимания на состояние физического тела говорит об очень многом. То есть, то, что он это делал, это говорит именно о здоровье. Так, хорошо. Смотрим, какие еще вопросы нам поступали в эфир. Здесь два повторения, я их вычеркиваю. Следующий вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Юрий Александрович, соведущий, какие произведения Николая Викторовича в книжном варианте выпущены в печать и какие, на ваш взгляд, были знаковыми для нашего времени, для возрождения Руси? Благодарю. Вы знаете, вообще-то он не писал ничего такого случайного абсолютно. то есть, все было предназначено для возрождения человека, для возрождения его родины. И здесь можно так сказать, что исторический материал, который он писал, он резонировал с людьми и пробуждал их желания, пробуждал их генетическую память. генетическую книги, которые были связаны со знаниями, о структуре пространства, о сущности, разуме, эти книги являются учебниками для того, чтобы перейти к освоению окружающего мира и к тому, чтобы познать человека, чтобы сам человек познал себя. дело в том, что мы имеем сейчас всего лишь представления, которые настолько однобоки и не дают абсолютно понимания тех процессов, которые происходят в окружающем мире. Да даже просто взять какие-то, скажем так, то, что происходит в геополитическом. То есть даже вот этот вопрос через систему описания экологических ниш, социальных ниш, а потом создания в них паразитических ниш, описал Николай Викторович Левашов. То есть он описал эти процессы. И это суть происходящих процессов. Хорошо. Следующий не вопрос, а слова благодарности от Василиса из Подмосковья за очень интересный и теплый эфир по-другому и по-новому открыл для себя Николай Викторович Левашов. Читала, к сожалению, не все его книги, но те, что прочитал и поменяли мою жизнь. Вопрос, будут ли еще встречи с читателями? Встречи обязательно будут и мы планируем в конце марта следующую встречу с читателями. Этот процесс будет продолжаться и просвещение, то, что начал Николай Викторович, это будет продолжаться. Следующий вопрос от Андрея. А можно вопрос в эфир? Отвечаю, можно. Но это шутка была. Он вопрос здесь следующий. 13 ноября 2011 года Левашов заявил, что якобы вегетарианство действует отрицательно для духовного развития. Как это можно состыковать с тем, что Левашов якобы имеет глубинные знания в исцелении человеческих тел, ведь давно доказано, что вегетарианство полезно как для тела, так и для духа. Причем, как с позиции медицины, так и с позиции энергетики. Система питания для человека имеет огромное, если не решающее, значение в развитии его в разных планах. А тут получается, Левашов, который якобы имеет громадные знания в исцелении, отмечает фактор выбора системы питания. И это выглядит весьма странно, особенно среди тех же вегетарианцев, особенно сыроедов. Я могу сказать так, что человек, который наблюдает процессы, которые происходят в органах, которые происходят в организме человека, он, конечно, имеет больше представления о том, какие последствия вегетарианской пищи. Дело в том, что организму нужны аминокислоты, которые содержатся и в животной пище. И поэтому сам организм, то есть эти аминокислоты, они несут в себе другое качество потоков материи, которые после расщепления подпитывают сущность. Вот о чем говорит Николай Игоревич Левашов. Если кто-то может сказать, что это по-другому, пожалуйста, подскажем. Потому что наблюдаемые процессы, то есть если человек не наблюдает, какие процессы происходят в сущности, он не может ничего сказать о том, влияет это, полезно или вредно. Хорошо, следующее. Можно я... Да, пожалуйста. Мирич, пожалуйста. Вот уважаемый Андрей, он пишет в вопросе в своем... Так, ведь давно доказано, что вегетарианство... Во-первых, кем доказано? Я вот читал и слышал от медиков, от многих, что, к примеру, вегетарианство, жесткое вегетарианство на раннем возрасте для ребенка вроде губительно, потому что умственная деятельность ребенка страдает, потому что для развития мозга необходимы именно животные, там, белки определенные, именно кислоты. И многие дети, которых родители, будучи жесткими веганами и вегетарианцами, они таким образом детей только там уродовали. Павел, что касаемо... Мы сейчас просто влезаем немножко не в тему нашего сегодняшнего эфира, но следует, наверное, отметить следующее. Я очень много общаюсь с людьми, которые занимаются родоспоможением, женщинами, тех, кого называют поветухами, и они, в общем-то, в один голос заявляют следующее, что дети рождаются более здоровыми, быстрее развиваются у тех родителей, которые не употребляли мясо, как минимум, во время вынашивания ребенка. Если они не употребляли мясо несколько лет, то ребенок еще здоровее, быстрее развивается и более приспособлен к жизни. Он не болеет от рождения, ему не страшны вот эти всякие вирусы, которые вокруг нас. Другое дело, что некоторые взрослые люди начинают делать какие-то глупости, когда они маленького ребенка, у которого еще надо до пяти лет скармливать молоком, они начинают его сразу засовывать в него какие-то продукты, которые просто организм еще не способен переваривать. Например, то же самое морковку, яблоко и все остальное. Если у ребенка еще нет зубов, то в этом случае он не может грызть, а эти все плоды, они предназначены для тех, у кого есть зубы. Это тоже самое, как корову поить кровью. Поэтому сумасшедших людей много, мы говорим о тех наблюдениях, которые есть. Это первое. А второе, когда многие врачи говорят о чем-то, надо понимать, что врачи есть разные. Есть врачи, те, которые практики, есть врачи, те, которые повторяют что-либо сказанное кем-то, а есть те, которые вот это говорят, чтобы кто-то повторял. И, как правило, очень часто вот эти, которые говорят, это ребята, отрабатывающие какие-то деньги. Это примерно из той же серии, что отрабатывали деньги те, которые травят наших известных людей для того, чтобы они просто не говорили что-либо. Поэтому я предлагаю тему сейчас особо не затрагивать. Если хотите, давайте посвятим отдельный эфир, посвященный тому, как людей заставляют что-либо употреблять, в том числе и алкоголь, говоря, что это очень полезно, и беременным надо выпивать одну бутылку пива каждый день, и о том, что женщине надо выпивать бокал шампанского или красного вина каждый день, для того, чтобы быть сексуальной и неотразимой и так далее. Об этом можем поговорить как-то в одной из наших передач. Хорошо, давайте дальше. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Юрий Алексеевич и соведущий, как вы относитесь к биографии Левашова, выложенной в Википедии? Соответствует ли хоть какая-то ее часть действительности? Благодарю. Ну, как относимся? Отрицательно. Дело в том, что даже сам процесс заполнения Википедии этим материалом мы, в принципе, увидели, то есть, как это все происходило. То есть, статья, это очень поляризировано, вот, хотя, как бы, если кто знает принцип работы в Википедии, там каждый может написать аргумент против. Вот, и я могу сказать, что, в принципе, там же очевидно направлены статьи. То есть, она абсолютно очевидна, и поэтому она основана на хронологии, которую писал Николай Викторович. все остальные вот эти вот, скажем так, представления, они точно так же сфальсифицированы, можно сказать, потому что основаны на чем-то мнении, вот, но не основаны на реальных процессах. Ну, вот я бы еще добавила, что есть же первоисточник, то есть, можно слушать третьих лиц, слушать интерпретации, читать все это, но Николай Викторович, наверное, тоже не зря написал свою автобиографию. То есть, пожалуйста, можно прочитать и, если хотите, даже сопоставить без проблем. Хорошо. Следующий вопрос от Павла с Урала. Юрий Алексеевич, благодарю за эфир об эволюции разума. Очень толковые мысли прозвучали. Какие материалы Левашова можно в первую очередь рекомендовать к изучению по этой теме? Ну, во-первых, это последнее обращение к человечеству. Сущности разум и зеркало моей души. То есть, вот эти, в первую очередь, книги, которые я могу вам порекомендовать к изучению. Почему? да, именно в этой последовательности, почему? Потому что они последовательно раскрывают вопросы, а зеркало моей души, это, там тоже есть вопросы раскрытия. То есть, они просто по-другому написаны. Вопрос эволюции разума это опыт Левашова. То есть, там отписан опыт Левашова. Хорошо. Следующий вопрос от Карины. Почему рождаются больные дети, дауны, ДЦП и тому подобное? Да, медицинский вопрос, конечно, но слишком много факторов, которые влияют на этот процесс. Это и некачественные продукты питания, и очень многие, значит, и прививки в том числе. Это накладывается все на естественный иммунитет, то есть, особенно прививки. в результате уже при рождении в общем-то получает, организм получает повреждения, то есть, в том числе генетические повреждения передаются по наследству. Все это накладывается друг на друга. То есть, получается, что бывают врожденные генетические заболевания, а в процессе жизни человек получает приобретенные. Это связано с экологической обстановкой, ну и с очень многими вещами, то есть, с очень многими воздействиями на организм человека, в том числе повреждения сущности. Еще надо не забывать о том, что сущности притягиваются к подобному. Если мама с папой выпивали, кололись наркотиками или занимались еще не пойми чем, то в этом случае притягивается сущность, которая может в тело уже исковерканной генетикой вселиться или прийти, так сказать, в этот дружный коллектив семейный для того, чтобы что-то там произвести. Здесь очень много на самом деле аспектов, которые, опять же, необходимо рассматривать в отдельной передаче, на мой взгляд. Давайте следующий вопрос прочитаем от Огненного Бриза, от Кирилла. Посоветуйте, что сделать или прочитать человеку, который только начинает свой путь, которого заинтересовало то, что говорил или давал докторич Левашов. Человек, смотря вокруг, понимает, что необходимо начать действовать, но, возможно, не понимает, с чего начать. Действовать необходимо с того уровня понимания, на котором стоит человек. То есть, перепрыгнуть он не может. Ему нужно последовательно делать шаги и последовательно растить свое понимание. То есть, нужно читать, изучать, нужно быть неравнодушным человеком, нужно свои человеческие качества растить. И тогда человек начинает раскрываться. Да, действительно, есть еще проблема, связанная с таким вопросом, как засоренность организма, то есть, с блокировками. но, если вы внимательно прочитаете, прослушайте Николая Викторовича, он этот вопрос раскрывает. Мы будем прерваться на музыкальную паузу? Да, я сейчас предлагаю прерваться, но, вот буквально хочу сказать, здесь был не вопрос, а просто такой намек, что записи в Архангельске есть в полном формате. Это совсем не в полном формате. Было же сказано, эта информация, она такая, как бы, которая раньше не говорилась, что насколько там проходили 10-дневные семинары. То есть, это все то, что запись существует, это всего лишь один день в записи семинара с обычными людьми, а там проходили семинары с медиками. Это были, ну, это по времени было очень много, там другие еще проходили, то есть, потом проходили встречи через телефонную связь, то есть, были еще встречи через интернет-связь, это где-то там в 2003-2005 году, то есть, многих записей мы сейчас пока найти не можем. Просто этот вопрос к тому, что человек аргументирует, что вот здесь полная запись, это абсолютно не полная запись. Да, благодарю за пояснение, давайте паузу на самом деле сделаем, послушаем, и потом через 4 минуты вернемся в наш эфир. В эфире Народное Славянское Радио Продолжаем эфир на Народном Славянском Радио. Напомню, что сегодня по одному из старинных календарей 18-й день месяца в Югосту уже 7500 24-го лета, вторник, по одному из современных 8-й февраля, уже чуть-чуть вперед бегут мои мысли, 8-й февраля, понедельник 2016-го года. Мы сегодня на радио проводим День памяти Николая Викторовича Левашова. Напомню, что сегодня ему исполнилось бы 55 лет и этому событию соратники посвятили сегодняшний наш эфир. Поскольку я сижу за пультом, наблюдая, что творится в чате, то и вопросы все задаю из чата, помимо того, что еще нажимаю кнопочки. Итак, следующий вопрос от Андрея, очень сегодня активный. Андрей, какими качествами должен обладать человек, чтобы уметь создавать подобные генераторы для себя или для кого-то? Ну, во-первых, вопрос далеко не в качествах. Вопрос в том, что даже понимания принципов работы материи и пространства из человека нет. Он не сможет этого сделать. Поэтому здесь нужно очень много знать. Здесь нужно последовательно наращивать свое понимание о законах мироздания, о том, о человеке непосредственно, о тех структурах, которые есть в человеке. Вот можно задать вопрос, что начните с простого. То есть поймите, как работает ДНК в теле человека. И так вот постепенно можно прийти к пониманию, что такое генератор. А вообще смысл говорить об этом генераторе и какой, если сейчас его человек не сможет повторить? Просто о том, что сказать, вот Николай Викторович сделал такой генератор или какой-то еще другой смысл? Ну, его повторить нельзя, но проверить, как он действует, можно. Но получается, что он находится в единичном, одна штука находится на всю Землю, и ты говорил, что вроде бы уменьшен он в своих возможностях, то есть как бы так чуть-чуть прибрал его. Во-первых, я не говорил, что он единичный на всю Землю. Я не говорил, что единичный на всю Землю. Нет, я понял. Просто про тот, про который ты говорил, что там немножко уменьшено и так далее. Да, я говорил, что при каждом приборе лучник есть генератор с определенными функциями, полностью описанными для оздоровления человека и многое другое. А вот этот генератор, который лучник, ну, где находится кусочек генератора, да, лучник, он имеет физическую оболочку для тех, кто нас слушает? Поясни, пожалуйста. Нет, это в принципе то же самое, то, что Левашов показывал на встрече на ладонь. То есть, это не физическая оболочка. Вернее, она физическая, но она из материи и деформации пространства создана. То есть, то темных материй, так называемых, которые физики, ну, только пытаются увидеть на текущем. Кстати, следите за, ну, то есть, здесь могу порекомендовать следить за последними научными исследованиями. Ну, например, как есть, недавно проскочила информация о изобретении телескопа, в котором использовались зеркала с обратным преломлением, там определенная специфика, которые начали фиксировать движения каких-то существ, которые не фиксировались обычными средствами видеонаблюдения. То есть, сейчас, ну, то есть, этот процесс так как бы подбирается, то есть, какими-то частями, но информация об этом, к сожалению, пока существующей системе вот научных представлений в науке пока не выгодно распространять об этом информацию, о темной материи и всех взаимодействиях. То есть, еще хороший пример, это тот же самый, значит, этот генератор итальянца Руссо, ЕКЭТ, по-моему, называется, который просто тот процесс распада никеля в медь, это все зафиксировано, это подтверждено, что это работает, но наука не объясняет. Ну, пока не выгодно объяснять. Да, у нас много чего наука не объясняет, потому что ей невыгодно объяснять, это понятно. Вернемся к этому генератору, чтобы сейчас не уйти далеко. Сам генератор выпускается уже после ухода Левашова из жизни? Имеется в виду лучник. А каким образом тогда закладывается туда вот эта вся материя, вся энергия? Определенным образом. Ответ такой определенным образом? Определенным образом, да. Ну, скажем так, то есть физическим непосредственным образом закладывается этот генератор. То есть это физический процесс, но мы этот процесс раскрывать не будем. Ну, понятно, при помощи некого устройства на матрицу наносится вот как раз часть того, о чем мы говорили. Хорошо, и она действует. То есть это физическое то, что штучку можно в руках подержать, и там будет в матрицу заложена та самая энергия, энергетика, кому понравится. Да, я прошу прощения, но физически не всегда именно так, как люди представляют физически, что это какая-то железка. Хорошо, дальше. Или кто-то хотел что-то дополнить? Я перебил. Читаю следующий вопрос от Александра. Надежда Яковлевна Аншукова говорила о том, что через некоторое время после ухода Левашова появился и провел с ней несколько сеансов поздравления, и что он каким-то способом передал о том, что знал, что она умирает. Как я понял, это первое его появление после его ухода. Это очень интересно. А как сейчас? Есть ли с ним какая-то связь с кем если и есть занят ли он в каких-то делах на благо России, планеты? Что об этом известно? Воздействие всегда было через сущность. То есть Николай Игоревич, во-первых, воздел всегда через сущность. То есть поэтому неважно. То есть сущность она имеет физическое тело, не имеет физического тела. А вот на второй вопрос я не буду комментировать. Второй честный вопрос. Хорошо. Это право ведущего, соведущего и гостей эфира. Дальше Василий К. Можно программу Лучник использовать на компьютере? Нет. Все разработано исключительно для одного носителя. То есть это планшет с операционной системой Android или смартфон. Хорошо. Следующий вопрос от Михаила Потапыча из Медвежьегорска. У Светланы Левашовой был сын. Что с ним и где он? Ну мы знаем только то, что он сейчас находится в Америке. Вот. И он занимается музыкой. То есть вот такая у нас информация есть. Предвижу сразу вопрос от многих людей. Почему сын такой известной женщины соратницы Левашова, который очень за Русь переживал всегда патриот России как известно много чего сделал интересного для России. Вдруг он живет в Америке скажем так в логове противоположной нам культуры и тех кто против России много чего делает. Ну во-первых это человек и человек как бы он осознает то есть у него сознание свое. то есть это другая сущность. То есть это и человек принимает решение за себя сам. Поэтому скажем так такой вопрос он такой можно его сказать вот например почему дети родителей известных они как бы совершенно по-другому себя ведут нежели родители. То есть это вообще-то природа такая. То есть вопросы там воспитания и так далее это вопросы сущности. Ну так или иначе это вопрос возник бы поэтому я его задал. Что касаемо вот слышал такое высказывание от кого-то фамилию не помню он как-то заявил о том что вы хотите узнать кто является пятой колонной в России просто посмотрите где живут их дети. Если они живут на западе это означает что скорее всего это представители пятой колонны. Вот поэтому я думаю что это высказание в интернете уже известно и там поэтому этот вопрос мог бы возник поэтому я его и задал. Хорошо следующий вопрос. Если можно прокомментировать да конечно всегда вопрос сложнее то есть да действительно детей могут переместить на запад но это вопрос не только то есть не всегда это так поэтому такие утверждения они популистские в общем то что дети посмотрите где живут дети они живут на западе значит все это пятая колонна точно так же в отношении Николая Викторовича очень много популистских заявлений так или иначе эта фраза известна так или иначе такие заявления есть а значит вопросы тоже будут возникать а мы же хотим отвечать на вопросы а не делать какую-то тайну покрытую мраком поэтому эти вопросы я заранее и озвучиваю чтобы уже потом не тратить на них время вопрос в эфир от Михаила из Москвы Юрий Алексеевич что можете рассказать об информации отраженной в книге Левашова последнее обращение к человечеству ну хотелось бы узнать там же очень много информации вот о какой информации идет речь вообще Михаил конкретно да книжечка-то в общем-то не одна страничка там не маленький докладик а что ты имел ввиду так если будет уточнение я его озвучу дальше вопрос эфир от Александра что стало с документами о прошлом картами книгами что были у Левашова сохранилось ли что-нибудь будет ли когда-то это опубликовано ну мы надеемся мы надеемся что сохранилось в полном составе вот и надеемся на то что это будет когда-то опубликовано Юрий ты говоришь так мы надеемся как будто бы здесь не сторонники не соратники а люди со стороны у вас есть информация о том что это все сохранено или вы не знаете где-то у нас есть определенная информация что она сохранилась но мы не можем сказать то есть допускаем то что все-таки удастся последствия это использовать то есть книги и карты которые были у Николаевича Левашова то есть так скажем с физическим наследием не все так однозначно пока да да а вообще наследники вот у Левашова именно как наследники по закону существуют кому можно обратиться с этими вопросами конечно здесь там непростая ситуация вот во многом наследство перешло к родственникам ну по российским законам да как раз с российских законов я и спрашиваю да если вы слышали вот по книгам то что что это полностью перешло то есть недавно это было там заявляло издательство Митраков об этом ну там такая как бы неоднозначная ситуация вот там еще проясняется вопрос то есть хотя это было три года назад но еще не все так однозначно понятно хорошо следующий вопрос от огненного бриза не вопрос но эфир если возможно огромная благодарность ведущим за много теплых слов за много интересных и познавательных фактов о жизни Левашова и жизни его соратников молодцы благодарим следующий вопрос Андрей резюме которое он от себя здесь вывел к Левашову хоть и есть несколько вопросов и наблюдаются некоторые странности но все же они были мне кажется положительным для славянского мира он был положительным для славянского мира человеком внес свое лепто в возрождение за что ему огромная благодарность конечно роль его оценить трудно лично мне кажется что при всех нестыковках ощущениях чего-то не так он все же лил воду на нашу мельницу и делал в основе своей правое дело возможно западники сумели его обыграть но что поделать светлая память человеку так следующий вопрос от Олега из Иркутска как соведущий относится к высказыванию Левашова Ахиневича Александре Юрьевича что он дальше кто Патер Дей не знает руны и другие в целом негативные высказывания про человека который по моему мнению сделал и делает много положительного для Руси благодарю кстати вот на предыдущие я прошу прощения на предыдущую фразу я хочу сказать так если вы внимательно слушали вот у нас в воспоминаниях был вопрос связанный как Николай Викторович можно сказать разруливал ситуацию определенные ситуации в движении так вот если задуматься то это очень высокое понимание тех вопросов то есть значительно более высокое которое существует ну как бы вот привычные представления да и возможность сканировать ситуацию ну это я надеюсь как бы такой комментарий хороший к тому что надо смотреть вглубь надо видеть не только то что написано про Николай Викторович а надо увидеть то что он делает то есть в его действиях увидеть эту тактику стратегии и понять что это очень грамотная тактика стратегии так а вот насчет вопроса Ахиневича но я не помню что он говорил Патерди не знает руны я помню что он про славянерийские веды говорил благодарность Александру Юрьевичу вот просто когда говорят в целом другие негативные высказывания про человека вот ну как бы таких вот высказываний ну там был вопрос по религии вот я вам могу прокомментировать что религии не было раньше то есть был вопрос к религии который как бы религиозное общество организовал Патерди но религии как вот сейчас это было запущено не было не существовало раньше поэтому ну просто внимательно посмотрите на высказывания то есть может быть они не такие уж и негативные просто они несут информацию было высказывание было высказывание это я помню но там не столь однозначно там было сказано несколько по другому но подтекст такой можно там прочесть поэтому как это воспринимать если мы по подтексту читаем это одно если мы говорим то что было сказано Там чуть-чуть по-другому это звучит. Но меня тоже удивило, когда я первый раз слышал эту запись, о том, что Александр Юрьевич сам не понял то, что он дал, и до конца не разобрался в том, что он сделал. Поэтому отчасти я согласен с Олегом о том, что как-то так это унижительно прозвучало. С другой стороны, здесь надо слушать все-таки контекст. Я сейчас, к сожалению, дословно слова не воспроизведу. Поэтому не могу ничего прокомментировать от себя. Да, контекст очень важен, потому что небольшие изменения в словах ведут к совершенно другому пониманию. Да, но то, что у меня там где-то что-то отразилось, я сейчас припоминаю, да, какой-то там вопрос у меня был. Но, к сожалению, сейчас мы уже не можем спросить напрямую, так сказать. Николай Викторович, прямо сейчас там ответь, пожалуйста, в эфире, что ты имел в виду. Поэтому давайте более внимательно послушаем, посмотрим записи. Может быть, там что-то будет отражено и более точно так поймет. Тогда уже можно будет о чем-то говорить конкретно. А сейчас только домыслы. А домыслы – это не самое лучшее. Дальше вопрос. Кстати, если вдруг у Олега четкая фраза будет, что было сказано, вот именно четко не вырез какое-то там одно предложение, а четкая фраза, то тогда и о чем-то можно говорить тоже. Следующий вопрос эфира от Олега из Черкасской области. Вдобавок к вопросу про Хиневича и вопросу от Олега от Хиркусска. А тоже интересует отношение к Трехлебову? Ну, вообще-то, кроме того, что говорил Николай Викторович, ну, я просто не могу ничего сказать. Потому что он там выступал, он говорил определенные претензии. Ну, вот что интересно, что первоначально от претензий заявлял Трехлебов. Но, как бы, вот, кроме вот этого такого диалога, который был, то есть... На двух известных людей, да? Да, вот, как бы, я не могу ничего сказать. Просто я знаю только из этих источников. Мне как-то это выпало из моего поля наблюдения, поэтому я пересмотрю, где там что-то говорил. Слышал, кто-то мне рассказывал о том, что возникли какие-то терки между ними, ну, причем заочно. Но дальше вроде я что-то как-то и не припоминаю. Опять же, надо смотреть и... Ну, это мы сейчас углубимся. А кто первый, а кто прав или не прав, да? Это может нас завести далеко и глубоко. Хотя, мне кажется так, что, несмотря на то, какой значимый или незначимый человек, если человек находится в славянстве и делает, ну, скажем так, общее дело, что-либо, то в этом случае вот есть такая у того же Александра Юрьевича очень интересная манера общения. Когда его спрашивают о ком-то, кто не присутствует, он говорит все вопросы к тому, кто говорил. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте того, кто это говорил. Заочно комментировать что-то, это я не берусь. Мне кажется, это более правильно отсылать к источнику, нежели чем саму пытаться что-то домыслить. Это так мои мысли вслух в эфир. И еще один вопрос в эфир от Владимир Измытич. Влияет ли тип процессора, планшетного компьютера и разрешение экрана на корректирующее воздействие программного обеспечения лучник? Уравновешивает ли данное ПО вредное воздействие на ткани организма излучаемого Wi-Fi передатчика? Ну, здесь могу сказать, что используя функционал пункта, называется профилактика в лучнике, а коррекция, там есть возможность ликвидировать последствия СОЧ-излучения. А здесь опять в чате идет небольшое уточнение. Вот ссылка, где говорит Левашов на первой минуте о Патардее, и дальше в ответ ему там же говорилось о том, что руны имеют несколько уровней вложенности информации, что волхвы-хранители на то и хранители, не могут они знать всего, да и не должны. И что, опираясь на минимум, такой человек начинает выстраивать полную картину. Это неверный подход. В общем, я предлагаю сейчас эту тему закрыть. Давайте все-таки более конкретно, я сейчас не могу посмотреть это видео, поэтому комментировать не могу. Я веду эфир, а если я буду смотреть, то мне нужно будет отвлечься. Давайте эту тему пока закроем. Если вдруг у кого-то возникнет предложение по проведению эфира по какой-то либо из темы, если эта тема не будет разрушительной для славянского мира, объединяющей, такой эфир будет проведен. Наша задача не разделяться, а объединяться на сегодняшний момент. Поэтому, на мой взгляд, любой эфир, который позволяет людям объединиться, позволяет людям разобраться лучше в своем прошлом, понять, кто мы такие на Земле, он положительный. Если мы хотим кого-то с кем-то рассорить, неважно, было это кем-то сказано в запале, или это кем-то было сказано с умыслом, или просто так кто-то что-то сказал, тем самым, если кто-то хочет рассорить, он льет воду на чужую мельницу. А сейчас у нас задача на вот этой площадке, которая называется Народно-славянское радио, объединяющей, все-таки объединяться, а не разводиться по сторонам, вне зависимости от того, кто что-то не то сказал, или по-другому мыслит, или кого-то считает круче, чем тучи. Итак, все вопросы я задал, какие-то мысли из чата и предложения из чата прочел. Теперь мы можем в заключительной части нашей сегодняшней передачи. Каждый от себя что-то может сказать такое, что, может быть, еще не сказал в эфире, или сказать какие-то добрые слова и пожелания нашим радиослушателям. Вот давай, Юрий, пожалуйста, управляй, кто, что, ну, вернее, что, а кто будет говорить первый, второй, третий и так далее. Порядку рассчитайся. Ну, я могу начать, если не возражаете. Тут как-то был вопрос о том, какое произведение Николая Викторовича было знаковым. Я считаю, что на самом деле вообще появление такого человека именно в наше время стало знаковым. И поэтому я сама горжусь в том, что живу в эту эпоху. И хотя лично не знакома с Николаем Викторовичем, но, так скажем, соприкоснулась через движение с его трудами, с его делами. И считаю, что, конечно, нам очень повезло, что мы живем в эту эпоху перемен. И это действительно большой шанс для нас и в плане развития, саморазвития, и в плане того, на что мы, так скажем, способны проявить себя, чтобы защитить нашу Родину в трудное для нее время, и защитить себя, свою семью. И в то же время объединиться именно на том фундаменте, который создали наши предки. Я хотела бы всех поздравить с днем рождения Николая Викторовича, с юбилеем. И надеюсь, что мы еще не раз встретимся в эфире именно по теме славянской, объединения славян. Благодарю. Я в свое время пришел в движение достаточно импульсивно. То есть, у меня хризонировало одно видео Николая Викторовича, где он призывал, что если мы сейчас не начнем ничего делать, то нашим детям, собственно, уже нечего будет делать. Тогда мой шаг в поступлении в движение был импульсивный, я сейчас это понимаю. Но с каждым годом, с каждым днем в моем нахождении в движении я все больше понимаю Левашова. Понимаю то, что он дал, какие знания он реальные дал. И вот тут вопросы у людей возникали. Почему Левашов такой, почему сякой, почему он, по их мнению, делал так, а должен был по-другому. Вот у меня многие эти вопросы тоже возникали в свое время. Но я на них не акцентировался и понимал, что только изучая его, его труды, его знания, смогу найти и ответить на эти вопросы. Я для себя ответы на эти вопросы нашел. Я ответы на эти вопросы нашел в тех людях, в тех членах движения, которые сейчас мои соратники, и в том деле, которое мы делаем. Благодарю. Благодарю. Следующий, кого Юра назначишь? Наверное, меня назначат. Что я могу сказать? Сегодня день рождения Николая Викторовича. Это очень, очень теплый день, очень светлый. И очень много мыслей в этот день приходят в виде вопросов, в виде ответов на них. Я в свое время, как говорили, сегодня тоже касались, Хинеевича Александровича. Вот удивительно, в 2007 году, как я познакомился с Левашовым? А через Хинеевича. Один из моих знакомых дал мне диск с видео, в том числе, в котором Хинеевич имел отношение. Там музыка была. И вот я прослушал все это, просмотрев. Диск лазерный вставил в компьютер, и вдруг на ней увидел книгу Левашова, о котором даже этот друг мой не знал. Я не знал тогда, кто такой Левашов, прочитал. Там была ссылка на сайт, ну и пошло-поехало. Вот таким образом через Хинеевича пришел. И действительно, вот я поддерживаю абсолютно вот эту идею об объединении. Да по-другому и быть не может, и мы об этом говорим, и прекрасно все понимаем. Что только на единстве наша сила, русов, славян. И вот Николай Викторович, по моему глубочайшему убеждению, ну это вот я могу душу за это положить, является той обедняющей силой. Да, можно найти, вот Павел об этом сказал, его высказываниях, таких-сяких, что-то, что может не понравиться. Но это нужно понять, что это восприятие человека, которому это не нравится. Через день оно будет другим. А если человек будет к себе внимателен, к самомышлению, ну можно сказать, что беспощаден к себе, тогда начинает проявляться правда. И начинаешь видеть, что ответы, которые тебя занимали, вот я про себя говорю сейчас, занимали там сознательный возраст 20 с небольшим лет, эти вопросы о том, что происходит, как жить. Ответы. Левашов дает инструменты для получения этих ответов. Книги, которые открывают реальные процессы всех, абсолютно всех, сфер человеческого бытия, человеческого познания. И в том числе те, о которых мы только догадываемся. И мы только чувствуем, что есть, есть в жизни справедливость, есть в жизни счастье, и есть путь, которым стоит идти, для чего и дана жизнь. На который путь эту жизнь можно положить. И ответит ответ у Николая Викторовича. И поэтому я еще вас вспоминаю, когда я только был воодушевленный, приглатил все его книги, стал, это был 2008 год, всем друзьям рассказывать, и с удивлением вдруг понимают. Нет, люди не воспринимают. А вот сейчас все больше и больше. Я вижу, как практически все, с кем говоришь, начинают прислушиваться и хотят почитать. Время изменилось, земля изменилась, человек изменился. В первую очередь русский человек изменился. Меняется наша цивилизация. Я думаю, что это благодаря Николаю Викторовичу. И я уверен, что он с нами. Я даже думаю, что он сейчас нас слышит. Стоит почитать его книги внимательно о том, куда человек может прийти с своими возможностями, при правильном понимании и силе воли. У меня все. Всех поздравляю с днем рождения. И желаю всем радости, развития и понимания того, что происходит. Благодарю. Кто еще? В заключении я хотел бы сказать, что обратите внимание. Ведь Николай Викторович начал говорить не о какой-то информации, которая соответствует прошлому. Это тоже было. Но основная его задача, и то, что мы сегодня рассказывали, это передача знаний. И можно сравнить с людьми, которые тоже пытаются рассказать о том, что было раньше, допустим. Но здесь речь идет о том, что знание – это немножко не то, что мы сейчас воспринимаем. И вот когда был вопрос, с чего начать, пожалуйста, посмотрите, чем знание отличается от информации. И вы увидите, что это как бы на текущий момент знание информации – это в представлениях наших современников, это одно и то же. Это имеет большую разницу. Знание – это когда человек осмысляет эту информацию, и она становится ее частью, по сути. Потому что любой процесс осмысления – это физический процесс. Это входит в структуру его сущности. Это становится позицией человека. И при таком подходе можно совершенно по-другому взглянуть, правильно взглянуть на то, что приносил Николай Викторович. То есть он каждый элемент вот этого освоения, получения знания описал. Каждый элемент. Да, это непривычно может быть, но описан каждый элемент. И вот недавно был в интернете ролик, где молодой человек с восторгом просто описывал, что он понимает процесс, когда по полочкам разложено все. То есть весь процесс развития разложен по полочкам. Есть все представления, как работает сознание, как приходит информация, получается голограмма, как она откладывается в сущность. То есть все процессы описаны. Поэтому достаточно просто попытаться сравнить с другими представлениями, с других людей, которые где-то, возможно, пытаются рассказать, где-то, возможно, говорят о традициях старых, но не имеют представления о реальных процессах, происходящих в человеке. Поэтому движение Николая Викторовича, она передает и продолжает это делать из года в год. И передает именно знания. Мы информируем об этих знаниях, о роли на земле, можно только догадываться Николая Викторовича. Но Николай Викторович уже одним этим научным подходом, и это видно, если как только человек начинает вот эти материалы брать в руки, он понимает, что это научный подход. Часть вещей можно взять из его видео встреч, то есть для понимания. Часть вещей находится там в тех же самых старых каких-то семинарах, которые все-таки в записи сохранились. Но очень большая книга, вот это его развитие, последовательность его развития, «Зеркало моей души». И в отличие от каких-то локальных представлений, Николай Викторович дает цельное представление о сущности, о мироздании, и как это все взаимосвязано. Вот в чем разница. И в день рождения Николая Викторовича я желаю всем, всем слушателям, и вообще тем, кто прослушает это, впоследствии эту передачу, просто подойти честно к вопросам, когда вы начинаете читать, Николай Викторович. Честно это означает, а действительно ли я на текущий момент имею представление, то есть честно вот эти представления оценить, которые у вас есть. И тогда вот этих препятствий, то есть к сложности какой-то, они во многом исчезнут. Надо изучить процессы, как человек начинает проявлять, через что приходит желание. Это в принципе ключевые понятия для того, чтобы пойти по тому или иному пути. У Николая Викторовича есть ответы на эти вопросы. Благодарю всех за участие. Давайте уже от себя, наверное, что-то скажу в заключении, как по традиции. Очень мне понравился эфир, теплый, хорошо подготовились соратники, молодцы. Если так по пятибалльной шкале, то многим пятерочку с плюсом можно поставить. Благодарю всех участников нашего чата. Это на сегодняшний момент, напомню, чат единственный способ задавать вопросы, получать ответы, делать какие-то выводы и идти по жизни правильно. Мне понравился высказник, в заключении могу удержаться, от Андрея, который очень активно сегодня писал, который следующее здесь начертал. Самое интересное, что все вот эти ребята, и дальше перечисляются, Левашов, Трехлеб, Паттерди и так далее, по сути, разные формы, одной и той же сути. Просто люди выбирают ту персону и то учение, которое им больше по душе. Можно плыть разными кораблями к одному берегу. Путь назначения у всех один. Хорошая такая образная мысль. Мне приходит в голову еще такое сравнение, что вот корабль не может быть без капитана. Вот зашел такой человек, создал свой корабль, зашел на этот корабль и говорит, ну вот кто хочет со мной плыть, пожалуйста, заходите. И даже бывают случаи, когда человек создал корабль или возглавил корабль, который для него создали, не совсем может быть с теми правильными мыслями. Но надо понимать следующее, что даже лжепророк иногда ведет человека не в ложь, как это кажется, не в кривду, а ведет его по пути становления души, изучения этой системы, изучения вариантов правды-неправды. И такие корабли тоже нужны. Но перечисленные здесь люди, на мой взгляд, все-таки больше ведут туда, куда, в общем-то, нам следует всем двигаться. Другое дело, с каким капитаном вы хотите быть. Это первое. На какой корабль у вас куплен билет, это второе. То есть, как вам надо поплутать, поплыть через Африку, через еще чего-то, через какие-то острова, где-то, может быть, сделать остановки, где-то, может быть, покружить. Это другой разговор. Важно, что все равно так или иначе человеку предначертано движение туда, куда он должен попасть. Независимо, на какой корабль вы сядете, случится то, что приведет или этот корабль в нужное место, или будет проходить мимо парусник, который вас снимет с корабля и приведет, куда вас надо. Вас куда надо. Вот. Так что... Комментировать. Да, сейчас. И поэтому вот вы должны понимать, что просто так в этой жизни ничего не бывает. Даже то, что вам кажется плохое, оно очень часто вас приводит к хорошему. Все, что вас не ломает, делает сильнее. Пожалуйста, Юрий, комментируй. Да, очень важно при этом конкретно знать, в какую сторону двигается корабль. Если он будет двигаться зигзагами к точке, то есть иметь представление о цели, то есть о точке, куда вы двигаетесь. Вот. Если он будет двигаться зигзагами, то можно, в принципе, и не доплыть. Ну, потому что в силу определенных законов физических, связанных с человеком. Ну, то есть, вот надо обращать внимание на именно на законы, которым все-таки мироздание, которым все-таки человек подчиняется. Ну, я еще хотел попросить в заключение вот это последнее стихотворение, которое по возможности поставить, которое мы не поставили. Вот. Это просьба. Все правильно. Когда ты говоришь вот об этих тонкостях, я нисколько не спорю. Я говорю просто образами в данном случае, что известно, что люди, которые попали на Титаник, не все утонули. Хотя, как в одном анекдоте, когда Бог высунулся, он сказал, долго здесь, дальше матерное слово, собирал. Вот. Ну, кому-то достались плоты, кому-то достались лодки, кто-то выжил. Вот. Так что не все так однозначно. Я говорю, бывает маленький пароходик проходит мимо здорового крейсера и снимает именно того, кому надо спастись совершенно случайно. Поэтому все надо понимать. Случайности в этой жизни не бывает. И если вы пришли в этот мир для того, чтобы что-то здесь познать, то вы так или иначе познаете, никуда вы от этого не денетесь. Вот. И еще самое последнее, что я хочу сказать. У нас на сегодняшний момент в общем-то не так много вариантов существования и действия. Первое – это конструктивный вариант. Объединиться, жить в любви, благости, созидании, на здоровье, на свое, на развитие своей державы, на восстановление своей культуры, на то, чтобы убрать всю гадость с земли, прекратить войны, разгромы, чтобы все народы понимали, что они не просто так на этой земле, чтобы было какое-то успокоение, чтобы братские народы перестали между собой сражаться, драться и так далее. Есть второй путь деструктивный, когда каждый пытается разойти с маленькими кучками или в одиночку по каким-то углам закоулочкам и будет ждать, пока всех его соперников, как он восприставляет, думающих иначе, враги раздавят, а почему-то вот ему дадут возможность существовать здесь и жить хорошо, и развиваться, и вот ему великому какому-то, как он себя представляет, наверное, предстоит воссознать культуру. Вот это деструктивный вариант, потому что если враги начали давить ваших собратьев, они, давив их, придут додавить вас. Это можно старые притчи какие-то приводить про селение, где в одном случае все собрались и отбили атаку, а в другом каждый сидел и ждал, когда задушат соседа, для того, чтобы потом что-то взять у него. В конечном итоге задушили всех. Так вот, надо понимать, что если вы выбираете первый путь, то в этом случае, ну, наверное, все будет у нас хорошо. Как раз вот эта площадка Народное Славянское радио и создана для объединения, для того, чтобы вы могли приходить, говорить какие-то свои мысли, но не в пику кому-либо, а для объединения, для того, чтобы нам построить ту державу, возродить те структуры управления, те традиции, поконы, о которых мы очень часто говорим и о которых очень часто мечтаем. Так вот, пришло время уже не мечтать, а просто-напросто делать. Этого от нас ждут многие, в частности, и внутри России, и в других странах, и я думаю, что многие люди и за рубежом и славянского мира. И неважно, как вы себя сейчас называете, Рус, Русич, Радович, Арий, как хотите называть, я это называю общий славянский мир. Вот нам сейчас, наша вся задача не делиться. Если же вы предпочитаете второй путь, ну, в этом случае это ваш личный выбор, видать, вот такая у вас карма. Напомню, что сегодня у нас по одному из старинных календарей 18-й день месяца веков, тоже 7524 лет, вторник, по одному из современных, 8 февраля 2016 года, понедельник, мы говорили про Николая Викторовича Левашова, про тем, кем он был, чем он отличился, задавали вопросы из чата. Напомню, что сегодня 55 лет этому известному славянскому движению человеку. И на сей ноте уже с вами прощаюсь, желаю вам всем добра, до новых встреч, услышимся. Победы предков всех пугали, боялись все сынов богов, своей кровью русы землю поливали, ее спасая от врагов. Ах, русы, русы, просыпайтесь, в вас тоже кровь богов течет. Ах, русы, русы, поднимайтесь, пора чизни сбросить гнет. Враги украли старые победы, в которых память прошлого живет, взамен подсунув ложь и беды, народ, в которых до сих пор живет. Следы величия уничтожив, враги решили взяться за народ, и миллионы уничтожив, считали мертвым света род. Но рано празднуют победы, живет и дышит наш народ, отторгнет ложь, осилит беды, несущий свет другим народ. Победы славные, былые, к победам новым приведут, и русы станут все иные, и славу снова обретут. Ерму рабов не красит русов, оно обманом было внесено, обман и ложь оружие трусов, в ком совесть умерла давно. Враги все битвы проиграли, не в силах русов силой одолеть, победу только ложью одержали, заставив слабость жалеть, что только слабый и ущербный духовность в муках обретет, когда оставит мир сей бренный в загромдой жизни счастье найдет. Не верьте русы этому обману, души свобода в ваших руках, не поддавайтесь вы дурману, блуждать довольно в адовых кругах, встряхните это наваждение, раскройте силы собственной души, внутри себя найдите вдохновение во славу собственной страны. Никто другой не в силах это сделать, ни бог, ни царь и ни герой, в единстве русов сила возрождения, сворожьей утренней порой. Проснись от спячки, славный русич, тебе пора других будить, проснись от спячки, светлый русич, пора отчизну возродить. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова для пытливых умов.